Всем привет! Собственно, с вами Иван Смирнов, Алиса Хоснудинова и Алексей Мельников. Вот такой сегодня специальный стримчик. Я быстренько, кратенько, на 2 минутки дисклеймер, потому что было куча вопросов в чате про следующих гостей и про наш сегодняшний стрим. Первое. Не материмся. Ваня не любит мат, поэтому извините за мат будем банить. Собственно, стримы у нас больше образовательные, поэтому шутить мы тоже будем, но больше у нас упор на образование и на всякие клевые штуки. Про гостей. Следующие три гостя у нас будут следующим. То есть на следующей неделе, 24 числа, Степан Алексеев все-таки будет стримить. В 9 вечера начнется стрим, скорее всего, как обычно. То есть с 9 до 12 Степан Алексеев. Потом у нас будет идти ровно через неделю Марк Колобаев. Его очень сильно просили пригласить. Мы его пригласили, и Марк согласился прийти к нам на стрим. Ему огромное спасибо. И после него будет Александр Немов. Это, собственно, арт-директор компании NECKE. Тоже достаточно очень известный чувак. Как-то так. Ну, собственно, коротенький дисклеймер. Такой, ну, Ваня, здравствуй, Ваня. А, да, всем привет. Да. Всем привет, меня зовут Иван. Неожиданно, кто же нас, да, Марк придет, да. Ну что, начинай. Да, окей, я начинаю. Ну, давайте я немножко предыстории расскажу, что тут у нас стрим по поводу 20 тысяч в нашей группе. И то, что мы заранее давали, мы проводили голосование, на какую тему проводить стрим. И там с огромным отрывом от всех остальных тем шли две темы фэнтези персонаж и сайфай персонаж. За обе проголосовало там в районе 300 человек. И с небольшой разницей победил фэнтези персонаж. Но разница реально была небольшая. Если там по процентам сравнить, я не знаю, это как 55 и 45 процентов. Возможно, даже разница меньше. Соответственно, мы проводили батл, если можно назвать батлом или такой арт-забег, где мы дали тему, когда людям нужно взять какой-то харизматичный или архетипичный фэнтези образ и поместить его в сайфай вселенную. Либо добавить ему сайфай эстетики, каких-то сайфай элементов. И здесь мне стоит извиниться, потому что я слишком абстрактно сформулировал эту задачу для батла. Потому что многие ошибки, мы поговорим об ошибках, то есть о том, как с этим подходом лучше работать, их можно даже не ошибками считать, это просто, скажем, недостаток моей формулировки. Если бы я, наверное, подробнее сформулировал, то результаты, возможно, были бы немного другими. Чтобы понять, как лучше всего перенести фэнтези образ в сайфай вселенную, либо в сайфай эстетику, при этом максимально сохранив архетипичность фэнтези образа, не поменять его на что-то другое, не придумать новую профессию в фэнтези среде, в сайфай среде, аналогичную фэнтези среде, а именно взять фэнтези образ и органично поместить его в сайфай мир. Чтобы понять, как это сделать, вот у меня есть такое предложение, либо загадка для зрителей. Они могут свои ответы писать в чат. Как перенести, опять же, те, кто знают, я сегодня со студентами своими обсуждал, те, кто знают, не спойлерите. Как перенести соломенную шляпу в сайфай сеттинг, не меняя сути того, что это соломенная шляпа. То есть материал поменять нельзя. Она должна остаться соломенной. Как взять соломенную шляпу и сохранить суть того, что это соломенная шляпа, и переместить ее в сайфай сеттинг. Вот такой вопрос. По самому стриму. В процессе стрима я буду рисовать какого-то персонажа. Я уже знаю, какого. Я сейчас через секунду расскажу. И буду пытаться решить все те же самые задачи, которых я ждал от участников батла. Я долго мучился с выбором, кого взять. В итоге решил выбрать культиста. Спасибо Алексею за тему. Но, с другой стороны, культист достаточно читерская тема. Да ладно, читерская, ктулхисты, культисты, клево. Читерская. Почему? Потому что культист может быть кем угодно. Культист, ну, дословно, служитель культа. И поэтому, если бы мы сделали культиста, служителя культа молотой на ковальне, ну, то есть, типа, вот такой вот странный культ. У нас получился бы кузнец. То есть, на самом деле, любую профессию можно подвести под культ и сказать, что это культист. Культист, серпа и молота. Ну, в общем, я, наверное, буду делать какого-то классического, все же культиста. Классического в плане служителя некого темного культа. Некого темного, злого культа. Про, возможно, там, хаос, злые силы, захват мира. К сожалению, досконально в Лавкрафте не разбираюсь, поэтому... То есть, у меня будет некий, опять же, абстрактный, не привязанный никакой существующей фэнтези-вселенной культист, по которому должно читаться то, что основной фэнтези образ культиста, при этом в нем должно читаться... Он должен... Такой культист должен органично помещаться в фэнтези-всай-фай-среду. То есть, он не должен стать кем-то еще, кроме культиста. Он не должен стать киборгом, упаси боже. Он не должен стать айронменом. Он не должен стать космодесайнником либо кем-либо еще. То есть, он должен сохранить свой образ культиста. Вот. По поводу присланных работ, возможно, многие из вас ждут оверпейнтов, но работ было прислано такое адовое количество. Их реально много. Я там собрал простынку. Я не знаю, возможно, после того, как я закончил сохранение работ, возможно, кто-то что-то еще прислал. То есть, вот количество работ. Я их попытался по какой-то системе упорядочить, но не суть. Работ много, поэтому оверпейнтов я делать не буду. Именно оверпейнтов, оверпейнтов. Почему? Потому что, во-первых, работ слишком много. Во-вторых, ошибки типовые. В-третьих, я буду стараться комментировать только то, что связано с постановкой задачи по батлу. То есть, там есть вещи, где применена классная и правильная логика, но сам концепт, скажем, нарисован не так хорошо. Это меня не так волнует. Меня волнует именно сам подход, сам уровень логики. То есть, что вы воспринимаете под sci-fi, адаптации фэнтези персонажа. Вот, и так далее. Я, наверное... Собственно, это, наверное, будет в процессе, после того, как я набросаю драфт своего персонажа. И давайте немножко об образовательной части. Мы по ней еще немножко... Еще пройдемся, наверное, в ходе стрима. По образовательной части. Логика, по которой нужно подходить к разработке персонажа. У нас тема отдельная, в том плане, что перенос фэнтези к sci-fi, она дополнительные требования накладывает. Но для большинства начинающих художников любой процесс рисования — это спонтанный процесс. Как фишка легла, вот так и нарисовали. Что-то в процессе не получилось, что-то в процессе не подумали, не продумали. Ну, вот так вот получилось. Все равно идем до конца, не предпринимая попыток что-то поменять. Для концепт-художника, который работает в индустрии, процесс разработки персонажа в большинстве случаев — это не просто сесть и нарисовать, а это именно процесс разработки, где существует какой-то пайплайн. Соответственно, к примеру, у нас есть задача — нарисовать персонажа. Я не знаю, Алексей, скажи рандомного персонажа. Рандомного хоббита. Вот, хоббита. У нас есть задача — нарисовать хоббита. Кстати, можно я быстренько перебью вопрос, а когда тебе зачитывать прекрасные ответы на твою загадку? Потому что их уже много. Их много? Я не знаю, вы их можете фиксировать сейчас, если это удобно. Ну да, я их выписываю сейчас, и Алиса вот выписывает, собственно, поэтому... Вот, а потом, когда мы дойдем, мы их зачитаем. Хорошо, отлично, давай. Вот, предположим, у нас есть задача — нарисовать хоббита. Не суть важна то, что мы выбрали хоббита. На месте хоббита мог бы быть любой другой персонаж, там, варвар, паладин, там, кто угодно. Вот, у нас есть такая задача. Для начала мы должны понять, ну, в общем, вспомнить, что у нас есть внутри нашей визуальной библиотеки, что мы помним об этом образе. Я досконально не буду вспоминать хоббита, но так или иначе вытащить какие-то свои... свое понимание о том, что такое хоббит. Так, давай описывай дальше, так что свое понимание. Ты замолчал резко? А, я... Да, я резко замолчал. Ну, то есть, не суть. Я нарисовал что-то от хоббита. После этого, то есть, когда мы сами для себя поняли, что мы знаем... имеем какое-то представление хоббита, дальше... Дальше. Ну, то есть, так или иначе, мы не можем свою работу построить без референсов. Нужно исходить из того, что мы очень мало знаем о хоббите на момент того, когда мы решили его начать рисовать. Как? Точно так же мы мало знаем о любом другом персонаже, которого вот... мы можем так с потолка назвать. Если вы... если вы его до этого там несколько раз не нарисовали, вероятно, вы мало чего о нем знаете. Соответственно, нам потребуются референсы. Давайте разберемся, какие типы референсов нам понадобятся и как мы их можем использовать. Потому что, опять же, для большинства начинающих художников референс... либо вообще не существует такого понятия, либо это абстрактная красивая картинка. Она просто нравится, но она никак не используется в работе. То есть я ее здесь оставлю, она мне нравится, но смотреть на нее не буду. Нам потребуется несколько типов референсов. Самое основное для нас это референс, который отвечает на вопрос... Что такое хоббит? То есть хоббит... То есть мы буквально идем в Google или идем на Pinterest или идем куда-то еще и собираем какое-то количество референсов, которые буквально нам говорят о том, как выглядит хоббит. Вообще, как выглядят хоббиты, как устроен их быт, как устроено что-то еще. То есть мы должны понять представление. Наше представление из головы, оно, вероятно, поверхностное, и мы половины не знаем о том, что из себя представляет хоббит. То есть вот это референсы, они буквально референсы на хоббита. Вот на того хоббита, на всех типов хоббитов. Дальше мы на этом не останавливаемся. Предположим, что нам нужно не рандомного хоббита нарисовать, а какого-то конкретного хоббита, у которого есть под профессия. К примеру, он фермер, либо он щитовод, либо он рыбак, либо он плотник, либо он еще кто-то. То есть... Некромант. Либо некромант. Вот хоббит-некромант. Пускай такого не было, но так или иначе. У нас помимо того, что это хоббит, к нему еще какие-то прилагательные добавляются. Соответственно, в эту очередь нам нужно какие-то дополнительные референсы, которые отвечают за профессию нашего хоббита. В общем, долго писать. Профессия. Что еще нам, помимо всего этого, нужно? Зависит от того, в какой стилистике мы нашего хоббита рисуем. Возможно, нам нужно не просто создать дизайн, а мы создаем иллюстрацию с каким-то конкретным уклоном. Предположим, что по хоббиту снимается мультик с альтернативным сюжетом, с сюжетом, развивающимся, независимо от всех сюжетов Толкиена. И этот мультик имеет стилизованную графику. То есть он не фотореалистичный, он стилизован, утрирован. Соответственно, нам нужны референсы на стилизацию. Они нам понадобятся. стилизация. Да, стилизация. Они нам тоже понадобятся. Помимо всего прочего, рисуя нашего хоббита, ну, и думая о том, какая у него профессия, придумывая какие-то характерные для него элементы, мы можем придумать, блин, у него может быть классная трубка, он ее может курить, у него может быть классная там хоббитская шапочка, не знаю, с помпончиком, если такие бывают, и что-то еще. Соответственно, доп-референсы могут пойти на... Так, у меня кисточки. Вот моя кисточка. Доп-референсы могут пойти на отдельные элементы нашего персонажа. То есть у нас уже есть, мы уже знаем, что масс-медиа думает о том, как выглядит хоббит. Мы уже собрали то, что масс-медиа думает о профессии нашего хоббита, о фэнтези-профессии. Мы собрали референсы на стилизацию, мы собрали референсы на отдельные элементы, которые нам, возможно, потребуются для дизайна. Помимо всего прочего, у нас референсы могут быть еще... Стилизация, она очень рядом с этим стоит, но стилизация может быть как связанная с пропорциями, может быть связанная с техникой исполнения. То есть, если мы хотим, к примеру, повысить качество своей техники исполнения, если мы хотим не просто рисовать, как фишка ляжет, а начать рисовать вот как тот вот крутан, то есть, нам непонятно, как он рисует, но мы очень хотим понять, как он делает, соответственно, нам нужно еще на технику исполнения. и в большинстве случаев это, наверное, все, что нам потребуется. Смотрите, что это значит? Вот из всего этого, что мы должны понять? Что референс, это, опять же, не просто рандомная картинка, которая нам понравилась, она должна отвечать за какую-то часть работы, она должна помогать нам в работе и она должна отвечать на какие-то вопросы. Опять же, к примеру, вот мы дошли до рисования тканей на Хоббите и мы понимаем, что мы не умеем рисовать драпировки и нам может потребоваться, опять же, референсы на, даже не то, что на дизайн, на дизайн каких-то элементов, а референсы там на поведение каких-то материалов, либо уже референсы на рендер каких-то материалов и так далее. Вот, соответственно, это выстроенный процесс. Теперь давайте пойдем к нашему процессу, к процессу создания нашего персонажа, переноса фэнтези образов в sci-fi эстетику. Сейчас подумаю, откуда лучше начать. В принципе, сам процесс выглядит очень похоже, только у нас есть некоторые факторы, и мы должны понимать, на каких этапах мы должны впекать наш, ну, на каких этапах должно быть фэнтези, на каких этапах должен добавляться sci-fi. Суть задачи, если дословно ее вспоминать, звучит так, нужно взять фэнтези образ и, сохранив его, вот, сохранив суть этого фэнтези образа, его архетипичность, по максимуму ее сохранив, перенести в sci-fi эстетику. Что это значит? Если мы возьмем образ пирата, там, какого-нибудь, образ пирата, и мы знаем, что у пирата есть набор архетипичных элементов, то мы не можем от них запросто отказаться. Переработка просто архетипичных элементов, я так правильно понимаю, да? Да, то есть, он должен стать sci-fi, безусловно, но он должен при этом остаться архетипичным фэнтези-чуваком. Кстати, мне сейчас напомнил мультик Планета Сокрович, вот там, где как раз такой парапанк с фантастикой, там пираты. Это очень классный пример. Очень классный, Вот, опять же, чтобы дизайн был консистентным, то есть, весь кайф, вообще перенос фэнтези-образа в sci-fi эстетику, это чтобы сохранить этот фэнтези-образ. Иначе, в чем смысл? Потому что для многих фэнтези-профессии есть аналоги в sci-fi профессиях. И у нас не стоит задачи сделать sci-fi профессию, именно стоит задача фэнтези протащить. Вот была лекция Фэнга, мы ее постили в группе, по-моему, предпоследнее, где он очень важные вещи говорил. Когда вы пытаетесь, садитесь и решаете, что вам нужно придумать какого-то персонажа, и вы решаете, что вы хотите придумать пирата, есть ряд вещей, которые устоявшиеся для образа пирата. То есть, они не являются историчными, ну, как бы, историчными, какими-то, они во многом не являются, возможно, функциональными или еще какими-то, там, как рога у викингов. Но, они являются частью массовой культуры. Зритель ожидает их увидеть. Если вы говорите для себя, что, блин, я хочу сделать такого пирата, который не похож ни на одного пирата. Знаете, что вы получите на выходе? Пирата, в котором никто не узнает пирата. Потому что вы отказались от всех архетипичных элементов. То есть, вы, от них нельзя просто так отказываться, их нельзя просто так брать и заменять на другое. То есть, мы думаем, ага, пират вот в фэнтези выглядит так, ну, окей, что, если нам нужно сделать из него sci-fi пирата? Ну, видимо, sci-fi пираты, они не носят такие пиратские шляпы, поэтому дадим ему бронешлем. Вероятно, саблю они тоже не носят, поэтому дадим ему плазмогам. Вот. И дадим ему броню космодесантника, потому что все, хоть убеевать в sci-fi, бегают в броне космодесантника. Что у нас остается от пирата? Ничего. Да, в этом суть. Опять же, говоря, ну, то есть, я не знаю, вот сейчас можно, наверное, задиктовать пару ответов, я понимаю, по шляпе, я понимаю, что они там, вероятно, повторяются, вот, возможно, разные ответы, какие там были, мне интересно послушать. Там были очень интересные варианты, во-первых, Алиса включилась, ура. Ну, я просто, пока есть возможность, во-первых, в чатике уже, тебя, видимо, не слушают, они уже все задумывались о шляпе. Зачитывай потихонечку. Вот. Арсен не сделать голограмму предлагает. Угу. Я прошу прощения, я, наверное, не буду зачитывать ники, потому что не обязательно, главное, прочитывать, правильно. Сделать шляпу более функциональной, добавить гаджеты, соломенный шлем, голограмму, провода. Угу. Смешал себя провода, или там еще чувак написал в колбе ее сделать. Функционал, да. Угу. Добавить таких деталей на остальной костюм, чтобы шляпа смотрелась в образе гармонично, сместить стилистику в ту сторону, где шляпа будет смотреться гармонично. Опять, какой-нибудь японский сай-фай. Опять-таки, солнечные панели предлагали прикрепить, чтобы она заряжала сай-файные девайсы. Последний мне очень понравился. Можно оставить саму шляпу, просто сменив материал на более подходящий. Но материал-то менять нельзя, чуваки. Изначально было. Да, то есть... Вот здесь был такой большой. И давайте, перебью быстренько, что здесь было соломенную шляпу. А. Обогатить долг материалами, металл, дерево, кожа и прочее, изменить форму шляпы по стилю остального костюма, ставить шляпу как есть, надобавить ей функции. Устройство работающего способности перса. Вот. Это вот... Ну, на самом деле, ответы во многом ожидаемые. Давайте теперь попытаемся их расшифровать. То есть, вот сразу... То есть, почему я сказал соломенную шляпу, предложил о соломенной шляпе подумать, потому что она достаточно простая. Вот. Но многие из ответов, они не предлагают... То есть, многие из них можно, конечно, использовать. Там есть классные ответы, которые можно использовать, но они не являются основными. Почему они не являются основными? Потому что эту логику переложить на какие-то другие объекты, получается, что вас сама по себе соломенная шляпа не устраивает, как соломенная шляпа. И вы хотите в ней что-то поменять, изменив что-то в ее сути. То есть, к примеру, чтобы она давала голограммы, чтобы она была не из соломы, чтобы она была с проводами и так далее. В принципе, какие-то элементы к ней можно добавить. Я не спорю, можно добавить в нее доп. материалы, которые будут расширять ее дизайн, чтобы не работать лишь с одной соломой. Но это очень тонкая дорожка. То есть, да, мы можем добавлять ей провода, да, мы можем добавить в нее элементы с металлом и, в общем, что-то еще. И, возможно, даже голограммы. То есть, возможно, для какого-то sci-fi японца в полусредневековом костюме, таком, голограммы, и все это будет смотреться органично. С этим я не буду спорить. Но тогда вот вам другой момент. Давайте, если шляп, по поводу шляпы вы думаете, что можно столько всего добавить, вот вам другое предложение. А что, если нам нужно сделать нижнее белье из sci-fi мира? Вот сразу так вопрос. Голограммы, провода, броня. Ну, согласитесь, это все было бы странно на нижнем белье. Или вот по-другому. Чайная ложка. Чайная ложка. У нее простая суть. То есть, чайная ложка. Опять же, голограммы, провода, бронезащита, чтобы, не знаю, черпать лаву. Опять же, смысл в чем? В какой-то момент эти вещи будут слишком надуманными. Они будут инородными. Вопрос в том, как, используя саму суть объекта, не меняя его сути, не пытаясь подменить его функцию на что-то другое. То есть, была шляпа, а мы сделали из нее инфоцентр с голограммами. То есть, да, по-любому она стала интереснее. Или взяли, мы из нее сделали плазменный щит или ядерный реактор на голове. То есть, да, оно будет смотреться интересным, прикольным, забавным. Но это уже не будет соломенная шляпа. Вот, и почему я сказал как раз сохранить ее материал, в первую очередь? Потому что, ну, как бы есть то, что вы можете себе позволить. То есть, вот представьте себе, опять же, есть классные примеры из масс-медиа. Уже, по сути, уже готовы ответы. Потому что есть куча вселенных, ну, или как минимум две, где все эти ответы уже даны, как такие вещи могут выглядеть. Представьте себе мир, sci-fi мир, который широкий по количеству сущностей, которые в него попадают. Там не только роботы, там не только ядерные реакторы. Но там еще и, то есть, там есть военные, там есть армии роботов, а там есть мирные жители. Вот просто мирные жители. Там есть мирные жители села, там есть мирные фермеры, там, я не знаю, и так далее. Вот, опять же, далеко за примером ходить не надо, Звездные войны. Опять же, там не на каждом костюме есть, ну, ядерный реактор или что-то такое. Поэтому самое простое, что вы можете изменить в шляпе, и самое логичное, не поменяв при этом сути шляпы, это изменить тип ее плетения. Сделать какой-то такой тип плетения, который был бы несвойственен нашему миру. То есть, придумать какой-то паттерн необычный. То есть, чтобы шляпа осталась по-прежнему соломенной. Я сейчас что-то из головы рандомное придумываю, это особо смысла не имеет. То есть, по-хитрому сплетенная шляпа, которая имеет очень хитрый паттерн. Но она по-прежнему вот из соломы, из тростника, ну, вот как эти шляпы японских рабочих сделаны. Вот. И если на этом уровне мы ее можем изменить, если на этом уровне мы ее можем сделать необычной, тогда, возможно, нам и не потребуется туда добавлять провода или еще какие-то элементы. То есть, мы можем добавить туда новый тип материала, который, опять же, не будет превращать эту шляпу, там, скажем, в шляпу киборга. То есть, мы можем добавить новый тип материала, там, чтобы расширить диапазон свойства соломы. Там, прострочить какой-то тканью, там, или прострочить тканью край, край шляпы, чтобы она была прочнее. Там, возможно, чтобы соломенный край не растрепывался. А вот тут говорят очень интересный комментарий, то, что соломенную шляпу вообще не надо менять для сайфа мира. В принципе, да. То есть, она могла бы быть, вот, это еще один момент, что, в принципе, в рамках сайфа персонажа, ну, в рамках персонажа какого-то, такой элемент мог бы быть вообще не поменен. Опять же, что это значит? Это, в принципе, правильный, валидный комментарий. Это значит то, что если мы берем фэнтези персонажа и переносим его в сайфа вселенную, это значит, что какие-то вещи на нем вообще могут не поменяться. То есть, и, скорее всего, должны остаться такими же, какими они и были. То есть, это не значит, что каждый из элементов нужно заменить на нано-кибер-плазма-элемент. Вот. Иначе, если эту логику развивать дальше, то получится, что даже чайная ложка в таком мире должна, там, к ней должен быть прикручен ядерный реактор, там, который все время пышет, потому что в этом мире все такое. Вот. И обязательно светящиеся лампочки. То есть, она обязательно должна светиться, потому что все в сайфай мире должно светиться. Ну, как бы я утрирую. Вот. Такая вот основная логика. Соответственно, если говорить про то, где именно нужно добавлять сайфай, я уверен, что вы многое слышали, ну, то есть, про такие штуки, как лист важных вещей в концепт-арте, и что самое важное для нас в дизайне, там, персонажа, это его силуэт. Вот. И, а дальше уже, как бы, варьируются формулировки, что там дальше важное. Вот. Я обычно, мне нравится формулировка того, что после силуэта самое важное – это силуэт внутри силуэта, самые крупные силуэты внутри силуэта, там, что бы там ни было. А потом уже силуэты внутри силуэтов, внутри силуэтов. Или, если это перекладывать на форму, то для нас важны, важна крупная, вначале, потом средние формы, потом маленькие формы, потом, возможно, сверхмаленькие формы и так далее. Так вот, сайфайность желательно, чтобы она шла не отсюда, то есть, вот отсюда должно идти фэнтези. Вот. А вот отсюда должно идти сайфай. Иначе, если наоборот получится, то вы потеряете фэнтези-образ. Вот. Соответственно, сайфай, он должен быть таким... Но он не должен лезть вперед фэнтези-образом. Вот. Какая-то вот такая у меня вводная часть. Содержатель. Теперь, наверное, можно перейти к непосредственно нашему персонажу. Давай. А то ты прям хорошо так начал. Смотрите, опять же. Это не относится к рисованию фэнтези или сайфай персонажа как такового. Но, опять же, скажем, я людей рисую мало. У меня нет академического образования. Ну, то есть, как бы, что греха таить, я мало рисую людей. И я не силен в рисовании человека. Соответственно, если я бы начал рисовать так, как обычно рисуют начинающие художники, в том плане, что сел и сразу все нарисовать, то я бы замучился с анатомией, с построением, с дизайном. То есть, я бы во всем этом запарился, пытаясь нарисовать все с одного раза, все с ходу, и оно было бы жутко кривым, корявым и так далее. Поэтому, с чего я начал? Я начал с того, что я набрал какое-то количество референсов, которые никоим образом не связаны с фэнтези и сайфай. Я набрал референсов, которые отвечают на вопрос, куда я могу, во-первых, что я могу сделать с позой, во-вторых, что я могу сделать с пропорциями персонажа. Я начал, я где-то, не знаю, там, за минут пять у меня был, по сути, прямой референс, где я с помощью лассо накидал основную фигуру, глядя на референс. По-моему, это был концепт Марка Джорджевича или кого-то там. Ну, естественно, у меня были дополнительные референсы, чтобы я мог поменять позу, чтобы она больше соответствовала образу, который я хочу получить. Я получил какой-то результат. Он средний. Ну, то есть, он не самый плохой, с ним можно работать, но он невыразительный. Поэтому дальше я его скопипастил и сделал итерацию работы с пропорциями. Я попытался сделать силуэт более выразительным, глядя на другие уже проекты, глядя на другие референсы, где формы были более утрированными. Потом я попытался сделать это, я не помню, уже не помню, какая тут разница. В общем, в итоге я остановился на вот этом варианте. То есть, я не сразу к нему пришел, я не за один раз его нарисовал. Я вначале нарисовал что-то очень среднее, а потом предпринял несколько итераций. Ну, то есть, делаю, 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 вроде ничего, делаю копипасту и продолжаю. А можно ли еще больше утрировать форму? В принципе, ее можно еще больше утрировать, но тогда, возможно, она станет совсем гротескной. Поэтому я вот остановился на вот этом варианте. Это просто, опять же, процесс разработки. Я не пытаюсь взять и сходу нарисовать финальный результат. Ну, то есть, возможно, там предыдущий вариант был до этого еще более корявый. Мы не знаем. Ваня, тебе, кстати, когда можно будет перебить-то скажи, потому что все говорят, что, господи, какой же Ваня сегодня серьезный, а Алису уже просили тебя потроллить. Но Алиса у нас не любит троллить людей, это люблю делать я, поэтому, если что, Ване, мне придется тебя потроллить, извини. Ну, против троллинга мягкого ничего не имею. Хорошо, вот, все четыре твоих чувака вообще одинаковые. А, ну, вот видите, опять же, они одинаковые, потому что в них кардинально, кроме позы, поза не меняется, но зато меняются пропорции. Давайте я средних выключу, ну, как бы, сделаю вот так вот. Вот, да, но, как бы, я не пытался изменить суть позы, я попытался просто работу с силуэтом. Я не говорю, что они кардинально разные и что это было, скажем так, если говорить про поиск силуэтов, это... О, подожди, это же Бэтмен и Робин, точно. Один подкачанный, другой дрищ. Ну, кстати, как вариант. Если говорить про поиск силуэтов, в принципе, про поиск образов понятно, что, когда мы просто идем от силуэта, пытаемся максимально разные образы найти, это не тот случай. То есть, я просто искал позу, поверх которой я буду рисовать силуэт самого, самого культиста и его одежды я еще не искал. Ну, то есть, я буду сейчас это делать в процессе и этот поиск будет весьма надуманным, потому что я буду делать это сходу и без каких-либо итераций. Слушай, я понял, что не хватает этому культисту. Это два культиста эстета, короче. У него в правой руке должен быть по бокалу вина и такой, сударь, как вы находите это бажоле 73-го года? И на фоне гора трупов. Типа того. Да, это верное замечание. Так, соответственно, прежде чем пойти дальше, давайте просто еще, ну, прежде чем начать что-то рисовать, давайте сделаем пряничного человечка и, опять же, договоримся сами с собой. На тему того, что для нас значит образ культиста. Ну, то есть, вот, у меня, в принципе, набраны референсы, я знаю, что гугли думает на тему культиста. Вот, но, что мы думаем на тему культиста. Есть там какие-нибудь комментарии? Давайте, напишите пару атрибутов, свойственных культисту. Давайте, чуваки, пока у вас есть. Возможно. Пока у вас есть. Так. Давайте. Пока никто не хочет про культистов ничего говорить. У нас, наверное, задержки. Ты лет пишет, что я просто охреневая от количества идиотов. В чате шутки Алексея бесит не меньше. Ой, кошмар. Уйди. Все. Ну, ладно, давайте я тогда... Амулет и череп, говорят. Вот, амулет и череп. Опять же, комментарии хорошие. Символ культа, капюшон. Вот, смотрите. Кресты, кровь. Капюшон, капюшон, это более, это, вероятно, что-то, чего я жду. Кресты, амулет и череп, это классные вещи, которые являются, опять же, атрибутикой, которая будет работать на уровне средних или маленьких форм. Ее можно, конечно, ввести непосредственно в силуэт, но это будет очень специфический персонаж, то есть буквально, либо он весь про черепа, либо он с гигантским амулетом. А вот самое важное для нас на уровне пряничного человечка, пока мы определяем вообще, про что у нас дизайн, это то, что у нас влияет на силуэт. То есть, вот, капюшон, это важная штука, потому что она влияет на силуэт. Ну, от себя скажу, роба, скажем, какая-то культистская одежда, культистская роба, это тоже важно, потому что она влияет на силуэт. Соответственно, основной частью дизайна у меня культиста, вероятно, должна стать робокультиста, которая, в общем, должна как-то олицетворять его культ. Какие-то остальные элементы, как будь то амулетики, там, какой-нибудь опасный кинжал, какая-то символика оккультная, там, или что-то еще, и черепа, это все так или иначе может присутствовать в образе, но это то, что не делает образ сам по себе, потому что культ, опять же, может быть, не про черепа, он может быть опасным, но там, опять же, к примеру, вот, можно взять такую задачу, к примеру, мы делаем игру с ключевой, с целевой аудиторией под Китай, и мы не можем использовать символы черепов, ну, в смысле, мы не можем буквально использовать кости в дизайне персонажей, только давать отсылки к ним, потому что... Какие отсылки на кости ты хочешь дать? Какую-то графику про кости, то есть мы можем не буквально кости рисовать, ну, вот, как бы, не буквально, там, не знаю, такие вещи, а что-то, что-то с графикой про кости, что-то, ну, как бы, что-то дающее отсыл к костям. Вань, ладно, хорошо, это плохо, но неважно. Там просто в чате то, что пишут, что я ассасина нарисовал. Ну, потому что у ассасина очень похожий... Капюшончик, да. Да, ну, то есть просто нас, главное, должна роба читаться. Собственно, я начал, там, какой-то ресерч делать, пока ничего особенного, я сейчас просто какое-то... Вот сейчас можно болтать, можно, там, разговаривать, что-то еще делать, потому что я сейчас на какое-то время замолкну, потому что этот процесс сложно комментировать. Мне нужно просто посидеть и подумать на тему того, что я хочу получить от этого образа. Поэтому можно задавать вопросы какие-то, там, что-то еще, но пока я чуть... Ну, вот этот процесс чуть молча поделаю, пока не приду к каким-то конкретным решениям. Так, а я поздороваюсь со всеми еще, кто у нас счастлив, потому что у нас сейчас 481 человек, и снова пришел Леший, Леший, привет. Вау, Леший крутой. Леший, да, Леший крутой. Вот, я просто всегда стараюсь приветствовать всех, кто у нас приходит из суперкрутых чуваков. Продолжай, Ваня, давай. А я молчу, ну, то есть я думаю на тему того, как я все это хочу показать. Да, то есть у нас чуваки смогут уйти за чаем, можно себе и, собственно, вернуться, пока ты... Да, то есть, ну, я не все время буду так активно болтать, открываем всякие пенные напитки, ну, и не пенные, в общем, мы наслаждаемся. Да, они крутые, так, что с нами здороваться, пишут в чате. Нет, чуваки, всем привет, всем, всем, всем. И с крутыми, и с некрутыми, и со всеми. Вот я, между прочим, даже запоминаю, с теми с ним разговаривали в чате, так что не надо, я здороваюсь даже с теми, что он не так крут, как он считает. Да, да, кстати, у нас есть уже, по-моему, завсегдаты, которые к нам приходят постоянно, я вижу одни и те же ники, их даже, даже если они что-то где-то не то написали, не хочется с ним ничего делать, они потому что свои родные, прекрасные люди. Да, мы вас тоже очень любим, и спасибо, что к нам приходите. Алиса, никто не спорит, что Алиса няша, кстати, абсолютно верно, абсолютно. Слушайте, тут пишут, что за история про Китай и Костя. У них, ну, как бы, в каждой стране есть какой-то культурный фактор, который влияет на производство концепта для них. Где-то эти факторы незначительные, вы вообще, ну, можете там дизайнить и не задуматься. В Китае любые кости, любые изображения реальных костей, в смысле анатомичных, настоящих костей, не стилизации чего-либо под кости, а вот буквально черепа и проще, у них в культуре любые кости ассоциируются с предками. То есть не с некромагией, не с чем-либо еще, а с предками. И это, я не знаю, это как в России, ну, то есть, что-то сродни оскорблений чувств верующих. То есть, поэтому под Китай стараются делать графику, как бы, про кости, там, про что-то такое оккультное, но не буквально использование костей. Ну, это как пентаграмм уже, или как перевернутые кресты, которые, там, не были сатанистическими никогда. Ну, типа того, да? Типа того, да? Да. Вот, можно там еще вопросы позадавать, я, в принципе... Да, сейчас мы посмотрим. Тут, на самом деле, Леший все интересуется про MDP. Кстати, а ты пойдешь на Master of Digital Painting? Не, у меня не выйдет. Я бы с радостью, но... Нет времени, да? Да, я в этот момент работаю. Яснечно. Ну, мы туда придем, в любом случае, так что, скорее всего, строим там какой-нибудь интерактивчик с Алисой и повеселим на родец немножечко. Это круто. О, господи, я не могу не поздороваться с этим человеком. Пришла моя просто обожаемая Кейт Фокс. Кейт Фокс, привет тебе, большой. Кейт Фокс. Я знаю несколько Кейт Фокс. Ну, Кейт Фокс, у нас она одна. Мы у нее недавно интервью брали и публиковали. В общем, вы можете посмотреть интервью с ней у нас в паблике. Так, у меня подвис немножко X in view. Да, вот Кейт Фокс пишет, ничего себе, ну вот, ничего себе, да, вот бывает и так, придешь и с тобой поздороваться, какой ужас, да. Так, секунду. Так, сейчас я найду, где у меня что. А, там пишет Кейт Мосс, здесь Кейт Мосс, к счастью, здесь нет. Кейт Фокс здесь есть. Ну, Кейт Мосс, если бы была здесь, она бы, наверное, ничего не поняла. Так. А кто у нас еще из известных людей здесь в чате есть? Ну, и неизвестных. Да. Алиса мне пишет, что хотел незаметно так появляться на стриме, и тут на тебе, фу, Леша, да, вообще, кошмар. Он мне мелькает. Ау. Да-да-да. А то вдруг такая тишина. То есть, да, вдруг тишина, я просто стараюсь, меня часто обвиняют в том, что я перебиваю наших гостей, это я учусь и эволюционирую во что-то лучшее, поэтому, ну, стараюсь не перебивать. Ну, я пока молчу, поэтому надо чем-то занимать информационный фон. Да. Терекс пишет, я тут неизвестно. Терекс здесь, по-моему, уже завсегдат, и уже на каждом стриме ты появляешься. Здесь, кстати, спрашивают, не проще ли будет придумывать атрибуты костюма, прозакультиста, если более детально продумать, о чем сам культ? Безусловно, безусловно, будет проще. Ну, то есть, смотрите, то, что я сейчас делаю, это не показательный процесс, в том плане, что это не значит, что все берутся, садятся и вот так вот делают. Почему? Потому что я сейчас буквально рисую какие-то детали, какие-то части костюма. Я бы, наверное, от каких-то более общих форм бы начинал ресерч, просто у меня в рамках стрима на такой ресерч времени нет. И по-хорошему, естественно, нужно понимать, про что именно культ. У меня, ну, как бы, ну, пускай он у меня будет про смерть, но я не хочу буквально делать, ну, то есть, про что-то такое опасное, темное, но я не хочу буквально делать, вот, ни кром... Зафигачь ему осьминожку. Пусть хрен с ним, что Лавкрафт и не знаешь, просто осьминожку ему зафигачь. Я знаю Лавкрафта и ктуху, ну, не, я просто детали культа, там, не знаю. А что у них детали культа, там, пентаграмма, рыбы и осьминоги, все, ну, всякое язычество, то есть, они, кстати говоря, Лавкрафт, когда писал, такое краткое отступление, когда он писал про вот эти культы, да, он взял индейские культы тотемов, то есть, он взял тотемы, да, и переложил их на рыб. На рыб и осьминогов, то есть, на всех морских гадов, и поэтому у него все тотемы, они, как раз, это сидящие такие чуваки, а он еще, короче, сидящих чуваков у инков он взял и щупальц добавил, собственно, как он создал такую вот тему. Ну, и, собственно, у него объяснение в том, что, там, у ацтеков были, как раз, там, кровавые боги солнца, а у, там, всяких эскимосов были, как раз, кровавые боги воды, все. Прикольно. Ну, как бы, на самом деле, я просто фанат Лавкрафта, я, там, углублялся в изучение, как он писал, как он, там, сочинял, интересно, тоже концептинг. Да, то есть, придумывание в этом плане какой-то вселенной, это тоже нужно изучить, понять, как оно работает у других, понять концепцию и понять, что можно изменить. В этом плане, вообще, концептирование, чего бы то ни было, оно намного круче идет, когда оно идет от понимания каких-то вещей. Ну, то есть, не от абстрактных визуальных форм, ну, опять же, вот, многие из работ, которые делались, ну, которые были сделаны на батл, они, во многом, там, абстрактный sci-fi. И абстрактный перенос фэнтези в sci-fi. А если покопаться и понять, что именно делает фэнтези образ таким классным... У кого-то из вас телефон на заднем плане, я аж слышу. Он у меня, я просто не знаю, можно мне отойти и выключить? Ну, конечно, конечно, отходи, мы сейчас просто заодно выпишем вопросы, выключи телефон, а я пока посмотрю, что спрашиваю в чате. Так, во-первых, про начало в 20.00, нет, мы сегодня писали, что... ну, про 21.00, мы сегодня писали, что спецвыпуск начнется 8, вот, у нас никто особо не ошибся во времени. Так, что еще интересного спросите, господа? Нет, Алиса, телефон... Алиса поздно задала вопрос, что телефон ее не может быть. Ну, знаете, ребята, бывает так, что концепт доходит до маразма, ради одной работы, начинаешь продумать историю настолько дотошно, чтобы создать правильную атмосферу эмоций, что голова кружится. Да так оно и есть, бывает. Про барулька, ой, слушай, нас, кого мы позовем, у меня просто список, я уже говорил неоднократно, список у нас до августа. То есть, вот, реально, список заполнен фамилиями, в которых есть художники, аниматоры, там, 3D-шники, 2D-шники, в общем, их тысячи, тысячи их, тысячи их. В общем, да, вот следует... Леш, подождите, я просто, Леш, я предлагаю еще раз сказать, кто у нас в ближайшее время вообще будет на стримах, потому что ребята спрашивают много людей. Еще раз повторяюсь, кто у нас будет. В следующую пятницу, 24-го числа, у нас будет Степан Алексеев, начало в 9 вечера с 9 и там до упора. Потом у нас будет через неделю, но не в пятницу, а на выходных, скорее всего, в субботу, будет Марк Колобаев. Марк Колобаев будет рассказывать там про фотобаш, про энвайрменты, про все, короче. Единственное, Марк, вероятно, не будет делать оверпейнт, он просто будет читать свое клевое. И еще через неделю примерно у нас будет, соответственно, Александр Немов, не путать с Невским, если что. Александр Немов, это арт-директор компании Некки. Он будет рассказывать тоже про энвайрменты, про концепт-арт, соответственно, очень интересные всякие вещи. А потом у нас уже тоже список там очень-очень плотный, и он вам понравится, отвечаю. 3D будет, да, на Биру спрашивают, да, 3D-мастера будут, много их будет, самых разных. Ну, собственно, я все. Кул. А я вернулся, меня слышно? Вот ты вернулся, да, тут долгий вопрос был, я его уже зачитал, но еще раз зачитаю это для тебя. То, что, ну, недословно, бывает так, что концепт доходит до маразма, ради одной работы начинаешь продумывать историю настолько дотошно, чтобы создать правильную атмосферу эмоций, что голова кружится. Да, смотрите, такой сверхзамороченный подход, вот реально, ради чего-то одного смысла не имеет. Почему? Потому что в рамках одной работы этого никто не сможет оценить. Так нужно заморачиваться, вот реально, если хотите заморочиться, это будет иметь смысл, если вы делаете серию концептов, если вы реально придумываете собственный мир, по которому вы потом будете фигачить, фигачить, фигачить десятки-десятки концептов. Тогда это имеет смысл, тогда это себя окупит. Если же вы делаете один концепт просто в портфель, просто чтобы показать, как вы классно работаете с формами, с материалами, просто как вы хорошо рисуете, такая замороченность не нужна. Достаточно будет, ну, то есть, посидеть там пару часов перед тем, как рисовать концепт, посидев пару часов, поищая, ну, посмотрев референсы. Ну, то есть, не нужно будет днями сидеть и прописывать историю мира. Вот, такой вот у меня ответ. Так, а тут еще добавилось вопросик. Нет, мы никуда не ушли, мы все еще здесь. Мы все еще здесь. Сколько в часах стоит потратить на такого товарища адекватно, чтобы вышло неплохо и не замочить до потери пульса? Зависит от того, опять же, в какой стилистике вы хотите его получить и в каком качестве. К примеру, если говорить про стилизованный такой фоторил, ну, естественно, тут придется башить. Ну, если с момента того, когда у нас есть драфт, я бы, наверное, день-два тратил бы вот просто на отрисовку в хорошем разрешении, с хорошим качеством, с оформлением и бла-бла-бла. Если, опять же, все зависит от задач, от требований к себе, к проекту. Если это просто вот сесть нарисовать, то, в принципе, просто день можно, ну, не особо заморачиваясь, не особо, там, гугля или придумывая предысторию, просто сесть и нарисовать, то, наверное, день. Если с разработкой и по-умному, и прям, и с хорошим рендером, то, наверное, дня три, три, четыре. Опять же, просто зависит от, смотрите, те цифры, которые я сейчас называю, они суперабстрактные, потому что есть очень разные по сложности персонажи. Опять же, на Skyforge какие-то персонажи, какие-то костюмы рисовались вот дня за три, какие-то рисовались, там, за пару недель. Все зависит от сложности костюма и количества ресерча. Так, да, тут еще спрашивают, в чем будут скульптить 3D-шники. 3D-шники будут во всем, но мы решили начать зебраж, скорее всего, будут первые, кто будет делать всякие спецкульпты в зебраж. Так что, ждите. Это я отвечаю на вопрос из часика. Идет ли в плюс продумывание своего мира и упорядочение деталей, чтобы все смотрелось вкусно? Ну и, к примеру, на скетч, если выкладываешь 3D-модель рисования, чтобы максимально вложить труд в одно портфолио, как по технике, так и по композиции. Что-то я не понял, в чем вопрос был. Но вообще, если вы пытаетесь несколько работ в одном сеттинге сделать, то, естественно, да, продумывание идет в плюс. Продумывание, в принципе, всегда идет в плюс, просто до тех пор, пока оно идет не в ущерб качеству и не в ущерб каким-то вещам. Потому что у многих людей может начаться продумывание ради продумывания, то есть впадают в такой, не знаю, транс. Бывает у людей настолько все продумано, вот буквально до самого микропикселя, ну, в плане обоснования, но при этом концепт такой трэш. Но зато и говоришь, типа, вот у тебя здесь трэш. Нет, вот именно так задумано все, как я хотел, вот я специально долго продумывал, вот именно так. Но при этом трэш. Так, ты ответил на вопрос? Тут вас спрашивают, Иван, делаешь ли ты стадики, есть ли в них смысл? Например, Верехин говорил, что предвзято относится к рельфам и больше рисует из головы. Что ты скажешь? Смотря для чего использовать к рельфам, опять же, смотря с какой стороны относится к стадикам, я отношусь нормально. Я знаю художника, который не любит себя афишировать. Он такое количество стадиков, ну, то есть у него два состояния. Либо он работает, либо он, там, играет в доту, там, в лоул, либо он делает стадики. И стадиками делает он, вот, просто до пупения, до бесконечности. Много стадиков на разные темы. Он с такой скоростью адовой качается. Это просто, ну, то есть, стоит позавидовать. Его скорость прокачки просто поражает. Круто. Так, тут пока вопросов особо нет. При том, что он... Все говорят, что без Алисы грустно. При том, что он чувак и без этого крутой. Но, вот... Так, Алис, скажи пару слов всем грустно без тебя. Влезь в скайп со своим плохим интернетом. Ты смеешься, я слышу, ты смеешься, почему ты с людьми не говоришь? Я бы хотела сказать, что пусть все смотрят на стрим Ваня, потому что у нас Ваня главный гость, и он рисует и говорит вам полезные вещи. Да, Ваня рулит, да, слушайте его. Слушайте его. Нет, не кай. Я ж не все время говорю. Да нормально. Так, ну, давайте еще продолжаем. Рассказывай про концепт. Да, Алису все услышали, все порадовались. Я тоже порадовался, кстати. А вот, как ты считаешь, какую роль играют такие вещи, как внутреннее воображение и фантазия человека при создании концептов наряду с референсами? И в каком соотношении нужно использовать референсы своего воображения при создании концептов? Смотрите. На самом деле вопросы повторяются, и у меня такое ощущение, что я так или иначе на некоторые из них отвечал на прошлых стримах. Но вот у многих людей есть просто заблуждение насчет того, как, в принципе, нужно рисовать и как что должно делаться. Представьте, что вы там смотрите, вот, не знаю, как рисует Макс Верехин из головы. Он садится и рисует из головы, и получается офигенно. И вы думаете, вот, блин, вот именно так и нужно рисовать. Потому что, там, к примеру, я сижу и рисую, там у меня референсы под боком, у меня не так круто получается. Соответственно, о, референсы фигня, не нужно рисовать. Но, блин, Макс так рисует, потому что он адово долго уже рисует, и он не рисует вещи, которые он рисует, там, не в первый раз для себя. Опять же, там, студия Massive Black на пике своего, когда могущества была, там, небольшое количество концептеров, которые каждый специализируется на своем. Вроде все все могут, но каждый рисует то, что он, то, на чем он специализируется, то, что у него получается лучше всего, и он постоянно, как бы, фигачит это и практикуется. И со стороны, если вот такой человек возьмет и из головы что-то нарисует, выглядит, блин, вот у него фантазия, вот он, как бы, долбанул, вот он круто сделал, все остальные, как бы, ничего не могут. Но для него это рутина, он это делает, как бы, постоянно. Когда же доходит до начинающих художников, там, меня с вами, то очень сильно играет роль визуальная библиотека. И, опять же, много раз попрошу я вас нарисовать латимерию, кто из вас ее нарисует? Сразу сейчас в чате вопросишь, а что это такое, типа, о чем речь? Это древняя кистеперая рыба. Короче, это рыба, которая первая вышла, вроде как, на берег, насколько я помню, правильно? Ну, одна из первых, фиг знает, какая именно была. Она до сих пор водится в Красном море. У нее икринки размером с апельсин. Они несъедобные. Но не суть. Вы не знаете, как она выглядит. Вы не сможете ее нарисовать. Что это значит? Когда вы, если у вас визуальная библиотека достаточная, она достаточно богатая, то вы сможете пофантазировать на тему из головы. То есть, скомбинировать какие-то вещи внутри своей головы и выдать какой-то результат. Без проблем. Но если у вас визуальная библиотека маленькая, скудная, то вы будете просто перемусоливать одно и то же, то, что вы и так знаете, и ничему новому в процессе рисования для себя учиться не будете. Естественно, вы лучше овладеете кисточкой в фотошопе, привыкнете к слоям к нему. Но вы не научитесь делать того, чего вы не умеете. Так устроен мозг наш. Любая информация попадает в наш мозг извне. Мы не способны ее генерировать на пустом месте. Нам нужна пища для ума. Поэтому референсы в каких соотношениях? Я не советую брать и откуда-то что-то полностью срисовывать, но я советую делать по подобию много. Я советую много анализировать, смотреть на первоисточники и пытаться что-то сделать по подобию, чтобы понять, какой логикой пользовался человек, когда создавал ту или иную работу. Либо смотреть буквально на первоисточники, на реальную одежду, на реальные вещи. Вань, можем тебя перебить, пожалуйста? Люди просто в чате говорят, был ли разбор работы, не будет походу. Будет разбор работ, но позже будет. Да, я вначале сделаю. Вот сейчас немножко там… Еще второй вопрос. Извини, пожалуйста, ты можешь на два сразу ответить, прости, пожалуйста. НРТ про нее забудут, тут человек второй раз вопрос задает. Что думает Иван про назойливые силуэты на доспехах у китайских художников? Зависит от конкретного концепта. Где-то оно смотрится нормально, где-то оно дробность ради дробности. Потому что китайцы бывают как крутаны с опытом, так и начинающие. И начинающие, естественно, как и любые другие художники, просто фигачат детальки ради деталек. Отлично. Ну, так, ну, я думаю, можно продолжить что-нибудь. Так, я… У тебя уже так выходит образец культиста. Я сейчас сброшу прозрачность тому, что я сделал. Все пишут, а где девушка? Ну, Алиса сегодня… У Алисы сегодня проблемы с интернетом. А, она отваливается? Да, вот все спрашивают про Алису. Ваня, на тебя всем наплевать, на меня вообще просто меня посожгли уже давно. Ну, а все интересуют Алису, а Алису вызвали на кухню. Да, Алису вызвали на кухню. Да, у тебя романтика со свечами и это Forever Alone со стримом, да? Так, хороший вопрос. Насколько такие концепторы, как Тов Горхам, по-моему, правильно произнес, скажем, опираются на реальные технические характеристики объектов и физико-механических процессов при создании своего арта? Я каюсь, но я не знаю всех пойменно, поэтому я не знаю, кто это. Ну, да, я просто тоже не знаю. Там уже в чатике пошло общение, просто все про то, какие там свечи у Алисы, вообще, как она там сидит. Вань, мы с тобой зря сюда вообще пришли, нам не надо было этого делать сегодня. Алиса могла бы просто стримить, как она жжет свечи на кухне, и на это бы собрались люди просто послушать и все. Я уже обещала людям, что я запишу свой голос. Я... голос. Ты можешь записать свой голос. Ты можешь записать стримы и просто сидеть и разговаривать с ребятами. Нет, ты даже можешь не разговаривать с ребятами, ты можешь разговаривать со стенкой, просто чтобы был твой голос, и все. Или, значит, да. Книга, 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 по-любому. Кстати, Герас, почему бы нет? Да, можно так. Причем какую-нибудь образовательную книгу, чтобы это еще и полезно было. На самом деле, пока Ваня говорит, что сосредоточенно рисует, вот нам говорят, что охота поблагодарить ребят за эти стримы, приятных, начинающих мозгенок, ощущать себя частью CG семьи. И, блин, это круто, это очень приятно. Это офигенно приятно. Да, это очень круто. На самом деле, CG-сообщество, оно на самом деле достаточно, как сказать, тесное. То есть, вот коммуна, она тесна, там, система шести рукопожатия, она действует на сто процентов. Я слушал про пять. Хороший вопрос. Тут есть вполне хорошим подходом к обучению рисования. После получения некоторых базовых навыков, вроде перспективы, рендера и прочего, было бы наполнение визуальной библиотеки по всем направлениям рисования. Персонажка окружения и прочего. И одновременно специализация на чем-то одном? Это вопрос. Насчет специализации на чем-то, как бы, пока вы начинающие, пока вы, ну, то есть, еще... Ну, не достигли какого-то уровня, я бы не советовал специализироваться на чем-то одном. Я бы советовал как можно шире, ну, то есть, конечно, не метаться сразу по кардинально разным направлениям, но максимально широко копать в том направлении, которое вас интересует. То есть, интересует дизайн персонажей, вот все про дизайн персонажей. Интересует дизайн окружения, все про дизайн окружения. И когда вы уже, ну, естественно, делать там стадики, пополнять свою визуальную библиотеку, и когда уже достигнете какого-то уровня, вот тогда, не знаю, скажем так, когда вас начнут нанимать не за то, что вы можете рисовать просто как факт, а за то, что у вас есть собственный стиль, он начинает проклевываться, и за то, что вы, как никто другой, рисуете там что-то конкретное там, вот в этот момент вы можете начать, наверное, уже концентрироваться как-то больше. Слушай, тут еще задают вопрос, который я задаю всем людям почти, которых беру интервью, это про талант. Талант есть или нет? Мне 80% людей отвечали, что нет его. Да, таланта нет. Есть, как бы, какие-то предрасположенности, не талант, а просто вот, ну, как бы, начальные вводные данные. Как у людей бывает там слух музыкальный, у кого-то бывает хорошее чувство цвета, вот сходу там ничего не предпринимая, не анализируя, просто хорошее чувство цвета. Бывают какие-то вводные данные, но в конечном итоге все, ну, то есть все решает количество труда вложенного. Хорошо. Так, еще один вопрос. Вань, а если культист, наоборот, практически обнажен, как решить вопрос силуэта внутри силуэта? За счет того, что на нем надето, либо за счет, ну, так или иначе, за счет тех элементов, которые будут делать его дизайн. То есть он обнажен, он все время обнажен, либо просто взяли культиста и разделили, и теперь нам нужно понять, что это был культист раньше. Ты знаешь, кстати... Ладно, извините, я тебя перебил. Мне продолжить или там чего? Ну, продолжай, да, потому что отучаюсь перебивать гостей. Ну, я не знаю, там могут быть какие-то татуировки, там может быть что-то еще, ну, то есть то, что на нем одето, те элементы, которые на нем присутствуют, они могут как раз давать нужные... ну, как... нужные силуэты. Тут просто как раз вспомнился мне случай, когда в одном фильме там два героя, одетые в серых пиджаках и в галстуках, раздевались, ну, практически догола. Это там как раз надо было показать, что один из них культист, а другой нормальный. И у чувака культист, у него было шрамирование по всему телу, какие-то вырезанные пентаграммы, там, в общем, шестерки зачеркнутые, сотни раз там порезанные вены и так далее. То есть сразу было понятно, что чувак... Ну, да, как вариант. В принципе, достаточно логично. Вот, да. Так, Иван, всегда ли ты создаешь дизайн от 15 силуэта или практикуешь лайн? Когда как. Я, на самом деле, как видите, на лайне не специализируюсь. То есть лайн такой у меня... Я просто сейчас уточняю, ищу какие-то формы, но сам по себе лайн, вот, как самостоятельная единица, я ее не практикую. Мне удобнее от пятна какие-то вещи решать. Отлично. Как относишься к художке? Там спрашивали. К художке? Да, да. Ну, что грех отрить? Плохо отношусь к художке. А что так? Художка не соответствует реальной жизни. То есть она оторвана от реальности. В принципе, учебное заведение. Ну, потому что я, как бы, я не оспариваю ценность академы. Я считаю, что академ очень важен. Но я считаю, опять же, что академ не подменяет других навыков, что если вы хотите стать классными концептерами, академ – это не то, что сделает вас классным концептером. Это то, что поможет вам стать классным концептером, но не заменит собой навыки непосредственно дизайна и концепта. И, как бы, академ академам, но я очень часто смотрю на людей, вижу людей, встречаю людей, которые отучились пять лет в художке, которые отучились пять лет в высшем художественном учебном заведении и которые не умеют рисовать. Ну, в том плане, что они считают, что они умеют, но реально вот любого студента моего взять, и он просто наголо выше будет рисовать. И я этого не понимаю. Ну, то есть, зачем тратить 10 лет своей жизни для того, чтобы потом не уметь ничего. Так, ты закончил отвечать, да? Хорошо. Вопрос к Ивану. Пользуется ли он Мари или Substance Painter для рендеринга своих идей? Ну, или промежуточных этапов? Чем? Ну, Мари, насколько я помню, это запекание, по-моему, в 3D. Я просто видел, как ты используешь Майя изи-браж для обрисовки. Да, я их использую, но я не использую какие-то сложные штуки с рендером. Опять же, 3D я использую для иллюстрации, у которой весь кайф, ну, иллюстрации в том, чтобы они выглядели рисованными, поэтому мне не нужен, скажем, кей-шот для создания фоторила. Ну, то есть, я сам как бы не профоторил ни разу. Да, извините, что перебыл с текстурами, да, простите. Чего с текстурами? Ну, Мари это для текстур, видимо, меня поправляет, потому что я название слышал, но не помню. Так, ну, давайте еще что-нибудь. Вот пока у Вани выходит такой достаточно чувак, похожий на смесь ассасина, наверное, с каким-то некромантом. Давай, жги. Вопросы или чего? Да нет, тут пока, ну, да, Леша правит. Мари для текстурирования и кинопродакшн в основном сабстанс больше для генерации болванок под ПБР. Так, а используешь ли такие программы, например, как Лэзи Незуми Про? Это вы, наверное, со стримов предыдущего запомнили. Не, не использую. Ну, как-то не дошел до этого пока. Я теперь без этого плагина жить не могу вообще. Да, ну, нет. Чашка. Может, и не стоит начинать тогда. То есть, а то вдруг не смогу жить без этого. Нет, я даже, короче, пошел на работе, просто искал, всем надо поставить плагины. В общем, теперь у нас есть он на работе у всех художников. Он удобный. Он, на самом деле, реально удобный. Особенно для казуалок вообще только так. Быстро и удобно, чистенько. Чистенькие линии, легко. Как бы чистеньким чистеньким, но для работы, для быстротой работы это самое оно. Так. Ну, я, наверное, сделал какую-то основную массу. Тут еще можно, ну, естественно, можно, нужно многое чего там прорисовать. Я, наверное, сейчас его тоном залью, чтобы в дальнейшем уже бить его по тону, а не, ну, то есть, не заниматься лайном. Да, я быстренько отвечу. Еще вот, ну, кто-то не смотрел предыдущий стрим. Кобард спрашивает, простите, а что за плагин? Плагин Lazy Nezumi Pro. Название вот чуть выше в чате. Это плагин, который позволяет, во-первых, он делает линии немножко, ну, как плавными, как вот в Paint Tool Sai. И он позволяет делать кучу клевых фишек. То можно зайти на сайт на их и увидеть все возможности плагина. Я советую всем его купить, а не скачивать на халяву. Хотя все равно все скачают, но лучше купить его. Оно того стоит. Так, еще вопрос. Иван, а почему не экспериментируешь с экшенами и плагинами или это в прошлом? С чем? С экшенами. А, ну, я экспериментировал. Но сейчас как-то, да, не до того. Ну, то есть большинство вещей, которые я делаю, они не требуют этого. Они, скорее, требуют больше, ну, как, не того, чтобы быстро что-то сделать, чтобы оно автоматом получилось, а, скорее, именно посидеть и подумать, как правильно. Вот, поэтому пока особо ничего не использую. Так, у нас спрашивают как раз, сколько нам заплатили за рекламу. Да, у меня уже пора требовать деньги. На самом деле, не сколько, чуваки. Просто оказался клевый плагин и рекомендую всем. Так, ну, что, давайте еще вопрос. Он для вас, я не пользовался. Да, ну, ты не пользовался, потому что ты просто не успел его поставить, потому что у тебя... У меня стационарный комп Windows, а у тебя стационарный комп Mac, да, поэтому... Но у меня ноутбук тоже Mac, поэтому на ноутбук я печалился о том, что нельзя. Так, ну, что, давайте что-нибудь посмотрим дальше. Так, Ваня, ну, поясни, ты вот сейчас нарисовал нам такого культиста уже, у него вырисовываются детальки какие-то, там, капюшончик, по-моему, череп у него в руке или что-то ему нарисовал. Ну, там какая-то банка с клянкой. Банка с клянкой, хорошо. Кстати говоря, вот от меня лично вопрос, а на каком этапе ты начинаешь показывать его принадлежность? То есть, на, вот как раз ты не на силуэте, я начинаешь показывать опозже. К сайфаю? Не к сайфаю, а вообще... Какому-то культу? К культу, да, потому что сейчас это просто никакой культист просто. Ну, я думаю, что это в процессе, опять же, у меня какого-то конкретного культа и нету, то есть, чтобы там какой-то конкретный элемент на него добавить, я добавлю на него какие-то символы. В общем, что-то, что будет делать его больше культистов. Так, сейчас я подумаю, как лучше... Нам пишут то, что берите деньги за разбор работ. Вань, ты хочешь брать деньги за разбор работ? Заманчивые предложения, но я думаю, в этих рамках, наверное, нет. Так, ну, когда уже начнется опозже файфами, я не спрашиваю. А вопрос был, доведешь ли ты работу до цвета сегодня в пределах стрима? Я постараюсь успеть. Окей. Ну, я, наверное, даже сейчас буду пытаться ее на основные какие-то цветовые пятна побить. Так, нам пишут, что годиков через пять ждите от меня первые проценты за комиссионный фриланс. Давай, мы ждем от тебя денег через пять лет. Я это тоже запомни, это останется на ютубе навеки. Так что отсчет пошел. Вот, перестрою вопрос про Тофа Горхама. Если в sci-fi концепте накручен адский внутренний дизайн с кучей приборов, проводков, деталей и механизмов, насколько это правдиво с точки зрения реальности? Или лепится чисто из эстетики? Многое лепится чисто из эстетики. То есть, если говорить про sci-fi такой вот ради... Ну, если говорить про корабли Звездных войн, там или про проще, или там про Звезду Смерти, то там именно деталь... Есть некие функциональные детали, их немного, и они как бы понятны и очевидны, к примеру, двигатель, либо капитанский мостик, либо там что-то еще. Там вообще роботы из пылесоса сделали. Вот, все остальное это детали ради деталей. Ну, как бы для эстетики. Они вот сакрального смысла никакого не несут. То есть, есть функциональные детали, они очевидные, потому что их назначение понятно, когда смотришь на эти элементы. Все остальное это... Ну, как бы вот детали ради деталей. Так, ну, популярный вопрос. Откуда черпаешь вдохновение? Какими сидишь и художниками вдохновляешься? Такой же вопрос, как на интервью, по сути. Ну, давай, отвечай. Вдохновляюсь кучей всяких художников. Кучей целой. Из тех, кто рисует окружение, ну, даже так, более атмосферные концепты, более иллюстративные концепты, нравится G.H.L. Park, который Paper Blue, арт-бук которого я недавно купил. Ну, помимо него, естественно, нравится Крейг Маллинс, кому он не нравится, то есть... Но Paper Blue в этом плане, он как Крейг Маллинс, только охрененно работает с цветом, в плане фантазирует на тему цвета и делает вещи стилизованные, утрированные, но, тем не менее, офигенные. Кто еще? Кто еще? Ну, просто назревает очень вкусный вопрос, отвечай. На этот, и мы перейдем к следующему. Еще, да, много кто еще. На самом деле, все топовые художники нравятся. Я бы в остальном, ну, естественно, мне нравится Blizzard-овский стиль, все такое. Я на них, как бы, вырос. Ну, то есть, я, правда, в WoW не играл, но, тем не менее, вот, на играх Blizzard у меня знакомство с компьютером началось. Так, ну, вот, я думаю, что можно... Да, перейти. ...считай, что я закончил, да, просто тут спрашивают... Ну, я думаю, что sci-fi-ный стрим, поэтому должен вопрос, как тебе новый трейлер «Звездных войн»? У всех какая-то, у кого-то боль, у кого-то не боль. Не знаю, мне частично понравилось. Ну, моя реакция, наверное, похожа на реакцию Матю МакКонахи. Матю МакКонахи, ты плакал, когда тебе его показывали? То есть, постепенно начинал плакать, да? У нас есть космос? Типа того. Не, ну, как бы, я очень жду, я надеюсь, что оно будет очень классным. Ну, на самом деле, там у всех ботхёрта были только по поводу одного персонажа, по поводу негра, который все время выражение лица, что он не понимает, что он там делает вообще. То есть, типа, вокруг, а, что такое, что происходит? Ну, вот, да. У нас нас смотрит 508 человек. Уху! Офигенно. Просто офигенно. Спасибо вам, чуваки, что вы пришли. Так, а, да, кстати, напишите в чате, раз уж вы задали вопрос про Звёздные Войны, напишите в чате своё мнение про трейлеры Звёздных Войн, нам интересно тоже почитать и послушать. Пока ты будешь отвечать на вопрос, в какие игры ты играешь. Я очень мало играю в игры. Вот, вообще, каюсь. У меня практически нет времени играть в игры, я больше смотрю прохождение на Ютубе. Ау. Да-да-да-да-да, я просто думал, что ты сейчас будешь рассказывать. То есть ты смотришь летсплеи и всё, да? Да. Ну, то есть, вот, вообще некогда. Зачем делать так много копий слоёв, спрашивают? А как-то так получилось. Нет, там одна в нормале, просто гасит детали частично. Незачем, на самом деле, особого смысла нет. Я просто сегодня после занятий, я ещё уставший, мы сегодня со студентами рисовали два интерьера, один в sci-fi сеттинге, другой в фэнтези сеттинге. Видео я выложу чуть позже, накануне. Выкладывает интересно. Так, что ещё интересно? Тут про, ну ладно, про трейлер, чуть не разревелся при виде. Чуи соло, да. Кстати, это два персонажа, которые единственно там смотрятся, вообще понимающим, что там происходит. Ну да, Харисон Форд старый. Грустно, но так и есть. Маска Дарт Вейдера потёрта, да, ещё какой. Так, что ещё, какие вопросы? Так, а вот вопрос. Иван, а комиксы, графические новеллы любишь? Есть любимые? Сэндман, там, или в квест, что-нибудь подобное? Не, комиксы-то я люблю, графические новеллы. Но я не так много их читал, вот, из последнего, недавно, когда вел курс в Питере, там был магазин комиксов, под боком, я наткнулся на, не помню, как чё вы показывают, Брайан, по-моему, какой-то там, о авторе Скотта Пилигрима. Я купил книжку, последняя его, называется Шансы. И она прикольная. Я бы посмотрел её в фильме. Это любопытно. Так, что же ещё у нас тут? А как же Бэтмен против Супермена, спрашивают? Ну да, вот Бэтмен против Супермена на фоне Звёздных войн, ну, вернее, да, Звёздные войны гениальны на фоне Бэтмена против Супермена. Ну, они, да, слабоваты, Бэтмен, пока что, против Супермена. Я, конечно, жду, что Бэтмен надерёт задницу Супермена, но пока... А ну, вы же мультик не смотрели, это возвращение Тёмного Рыцаря, на основании которого... Я смотрел... Но я всё равно жду, вот, как бы, я не помню, что там толком было, но я жду, что там будет. А я помню. Так, тут пропустили вопрос, для каких коммерческих проектов Иван рисовал концепт? Твой такой вопрос для многих. А у меня просто очень всё интересно. Я на фрилансе практически не работал, и большую часть своей... Ну, как бы, я за всё время поработал формально в двух компаниях, в Playrix и в Mail. Ну, во время Mail я сменил там пару подразделений, и до этого проекты хоть и были, какие-то, но они не сказать, чтобы были какие-то, ну, вот, прям, о которых бы кто-то слышал. Поэтому основное, наверное, чем могу похвастаться, это только Skyforge. То есть, были, естественно, и до этого всякие проекты, но вот так, что чем прям похвастаться хочется, это Skyforge. Круто. Так, есть ли какие-то пропорции при распределении цветов? Например, как в Dota 2, то есть, там, например, три цвета делятся как 4, 3, 1. Есть, куча всего есть. Я, честно говоря, не знаю, как в Dota делится. Я тоже пытаюсь сделать базу, нюансы, акцент. Я в таких категориях, мысли. Отлично. Так, ну, что еще? А легко бы тогда взяли на работу, спрашивает RunDart, в смысле. Не понял. А на что делаешь больший упор при обучении своих студентов? На те навыки, которые есть у меня, которые позволяют мне делать мою работу. Ну, к примеру, я знаю, что у меня академ не сильно прокачан, я знаю, что академ люди могут выучить буквально где угодно за копейки, поэтому, к примеру, на академ ради академа я не делаю упор. Но я делаю упор на те правила, которым не учат ни в художках, ни в других местах. А расскажи немножко про эти правила. Ну, не все, но хотя бы так чуть-чуть, чтобы людей заинтересовать. Ну, собственно, принцип читаемости силуэтов друг на фоне друга. Между студентами мы называем эту штуку как правило цилиндра. Вообще, сам такой идеология спидпейнтовости. Представьте, что у вас есть задача нарисовать цилиндр. вот буквально такая суперутилитарная задача. И вот, к примеру, вы художник с академическим образованием, ну, то есть начинающий художник с академическим образованием, и все, что вы знаете, это как порендерить честно этот цилиндр. То есть, вы там в зависимости от материала будете сидеть и рендерить этот цилиндр, пока он не будет выглядеть хорошо. И качество прорисовки этого цилиндра напрямую зависит от вашего скилла рендера. То есть, хреново рендерите, хреново будет цилиндр. Хорошо рендерите, цилиндр будет ничего. Фишка в том, что это долго. Это долгий способ. Он как бы не читерский, он абсолютно честный, он нормальный, им нужно уметь пользоваться. Я как бы не отрицаю его важность, но если говорить про SpeedPaint и про скорость передачи информации, есть вещи, которые для нашего мозга намного важнее, чем вот эти полуградиентики в рамках цилиндра. То есть, как бы мы пытаемся за счет них сейчас форму показать, а есть вещи, которые наш мозг воспринимает намного быстрее, чем вот эти вещи. И соответственно, чтобы нам показать форму цилиндра, нам не нужно его вырендеровать, мы можем добавить на цилиндр какие-то новые силуэты, которые позволят нам прочитать форму цилиндра намного быстрее без рендера. То есть, соответственно, в чем фишка? Если вы способны сделать концепт, будь то окружение, будь то персонаж, который сам по себе читается, и читается хорошо, читается все формы, все детали костюма, просто вот на уровне разбивки по силуэтам, значит, рендер его сделает лучше. Если он на этом уровне не читается, и он выглядит как каша, рендер нафиг не нужен, он не поможет и не даст ничего нового. В большинстве случаев от начинающих художников часто можно слышать, когда они одну вещь долго-долго рисуют, рендерят, 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 а оно лучше не становится. Вероятно, оно лучше не становится не потому что... Ну, опять же, давайте вот на примере цилиндра. Я сейчас специально создам какую-нибудь кашу и покажу вот ситуацию, в которую обычно попадают начинающие художники. Слушай, я не знаю, могу сейчас вопрос задать, или тебе это отвечет? Ну, можешь попробовать. Ну, быстренький вопрос. А ученики тебе происходили когда-нибудь вот такой краткий вопрос? Чего? Ученики, да, твои, которых ты обучал, превосходили ли тебя, становились более крутецкими художниками, чем ты? По некоторым направлениям определенно. Есть ученики, которыми я горжусь. Ну, то есть, буквально вот рассказал им, вот буквально даже вот это правило, и они настолько в него вперли, что просто, ну, как бы, выдают работу за работой, а не офигенного качества, и ты думаешь, вот, блин, почему я сам на таком уровне этим не пользуюсь. Да, было. Так вот, в большинстве случаев начинающие художники занимаются вот этим вот. То есть, пытаются порендерить цилиндр, тратят на него часы. Ну, то есть, на месте цилиндра подставьте нужные, это может быть персонаж, деталь персонажа, что-то еще. Тратят адовые часы, пытаются его порендерить, а он лучше не становится. Почему? Потому что его силуэт тупо не считается. Ну, то есть, нам недостаточно информации для того, чтобы понять, какая у него форма. Сделайте вот так вот, и, ну, его форма будет считаться намного лучше, потому что мы можем понять, какой его силуэт. А если мы еще внутрь его силуэта добавим информации, то он будет считаться и того круче. так, сейчас посмотрим еще, я думаю, можешь ответить? Да, могу. Так, тут про то, что напоминает персонаж, вот данный персонаж напоминает могильщика из Skyforge, только не хватает косы. Это неосознанный перенос? Ну, просто во многом могильщик из Skyforge тоже делался по всяким референсам культистов, так или иначе он буквально тоже культист и в этом плане то, что они похожи, это закономерно, потому что там все было нацелено на то, чтобы культист выглядел культистом и здесь тоже все нацелено на то, чтобы культист выглядел культистом. Ну, как бы это закономерно мы как бы одинаковые референсы в базе подобрали так ага отлично смотрим дальше что же нас все спрашивали из горшка в руке духе вы вылазить будут у меня пока не думал над этим что-то может и будет вывозить тут я спрашиваю про твой уровень когда тебя брали в play rx на помню ты уже отвечал на каком стриме этот вопрос но он был таким низеньким в планах художников также скажешь на меня брали на работу я был нищим не ну буквально я до м до того как меня брали в play rx я рисовал но то есть но как бы я рисовал год с небольшим до этого у меня был планшет но сами можете понять причем за год я особо ничем не научился он съездил ноутом на пятидневные курсы канрии и после них собственно устроился так а какой горячий клавиш и зеркальце изображения могу ответить на этот вопрос сам просто при этом клавишу назначаешь сам настройка фотошопа ну да то есть на какую назначить он такой вот так как культисты где-то канонированные у них у всех есть какие-то стандарты культисты это от культа зависит ну да я бы так прям наверно прям что такое но не сказал что вот есть определенные черты свойственные всем культистам да тут вопрос опять про образование твое то что тоже на одном стриме рассказывал кстати гряда надо стрелять ссылочку на первый стрим где ты делаешь сайфа коридор вопросы очень часто повторяются просто их не все зачитывают то что на них уже ответили два слова про свое образование то что и по образованию художника и в общем ну да я еще разочек художественного образования нету я инженер вот так тут просто вопрос чате от которого сейчас начнет бомбить у людей поопытнее 1 а можно получить ссылочку на портфолио информации кто такой анри особенно портфолио так кто-то анри анри ну чуваки для тех кто не знает анри короче это чувак вообще стоящий у самых-самых-самых-самых-самых истоков геймдевы вообще графики отечественные отечественные отец отечественного сегодня вот он там лео хау кто еще 3 уже трудно назвать на самом деле но сложно сказать но анри как бы в этом плане но и собственно как бы преподавал то что пошел преподавать во многом как бы глядя на анри потому что настолько был впечатлен да анри вообще бог если он будет добрый может быть может быть мы тоже услышим на таком же да вот спрашивать чате пригласите в том то и дело что может быть может быть все очень даже может быть да пишет лео хау в группе дело голосования кто знает анри так и есть потому что к сожалению сейчас приходит куда да на самом деле я помню был у меня такой момент на на курсах как когда еще и в живую в конре как раз тогда уезжал в канаду вот он пришел но зашел на курсе отдать мне планшет и у него планшет купил большой там все распродавал и и он зашел так мирно сидит на диванчике вот я там что-то рассказываю студентами а так между делом студента говорю а вот типа вот это если что вот там андрей иванченко анри там и никто ухом не повел то есть в принципе никто ну то есть никто но то есть один из моих учеников которые у меня до этого учился я ему рассказывал о том как я учился анри он пошел ну как бы задавать вопросы а другие но типа вот какой-то чувак какой-то чувак окей понятно так ваня расскажи про проекцию реальных сущностей на вселенные это как раз будет ответом для типажей культистов данном конкретном случае не понял вопрос еще раз чего про проекции расскажи про проекцию реальных сущностей сущности да на вселенные это как раз будет ответом на типажи культистов данном в конкретном случае? Ну, если говорить про проекции каких-то реальных вещей, то монахи всякие. Если посмотреть на то, что в европейской культуре было буквально форма культистов, даже не так, вот форма таких чуваков в плащах, в том числе ситхов и прочих, она из европейской культуры пришла. Я точно не могу сказать, в какой именно культуре были такие чуваки, конкретно таких монах, робах, в каких монастырях, но так или иначе это все произошло, ну, все идет от реальных религиозных культов. Поэтому оно является каноничным для этих ну, для такого рода персонажей. Я не знаю, правильно ли я ответил на вопрос. там, по-моему, человек, знающий дело спрашивал. Да, так... Ну, мне кажется, что тут можно было сказать, что да, психолог, что мог сказать, что у каждого человека в голове есть некоторый набор ассоциаций, которые работают. То есть, когда вы говорите апельсин, у вас в голове там, не знаю, оранжевый цвет сразу срабатывает. Это да. Как, мне кажется, и в этом плане, что вот, ну, есть какой-то, не знаю, вот именно ассоциация, то есть... Ожидание, да. На самом деле, я про эту штуку затронул, когда Фенга вспоминал. Он, в частности, эту вещь в своей предпоследней, я не знаю, сколько у него там лекций уже вышло, рассказывал. Ну, к примеру, вот вам такой пример. Викинг. Я говорю слово викинг. Что вы себе представляете? Бородатого мужика с круглым щитом, с топором и с... там, в нормандском шлеме с рогами. Ну, то есть, рога непременный атрибут. Он, как бы, у всех, да, такое? Как бы, вот. У большинства. Нет, нифига. Ну, вот кто-то чуть прошаренней, но вот все равно рога у многих будут присутствовать в образе. Но за всю историю найден был всего лишь один шлем. Не боевой. Да-да, да. Ну, как бы, типа церемониальный, с рогами. И то не с такими. То есть, просто с легкой подачи одного из художников американских, по-моему, или каких-то... Так и есть. Рога плотно вошли в культуру. Я даже могу сказать, с какой картинкой. Ну, не с какой картинкой, с какого изображения. Это пошло с изображения валькирий, когда их начали изображать с рогами. То есть, это были изначально женщины просто в шлемах с рогами. Типа, ну, символ такой. А потом уже, короче, шлем отдельно мужиков в рисунках. И теперь вот викинги такие. Да, ну, то есть... Но это, как бы, нифига не исторично. И более того, это ни разу не функционально. Да, да, да. Но массовая культура, ну, как бы, образ, он устоявшийся, поэтому вы не можете просто так взять и... Ну, как бы, отменить это и не дать ничего взамен. Во многом поэтому, скажем, какой-нибудь сериал викинги может быть тяжело смотреть тем, кто привык к фэнтези викингам. Ну, да. Так, слушай, тут еще, кстати говоря, задавали несколько вопросов. Ну, тут про Анри тоже спрашивали. На всякий случай отвечаем. в Канаде сейчас. Курсы сейчас не проводят, он сейчас 3D занимается. Про Лео Хао тоже был вопрос, но у нас дело в том, что сейчас конкурс по Ведьмаку, который проходит в нашей группе, Лео Хао один из самых почетнейших членов жюри. И поэтому Лео Хао, если вы рисуете на конкурс по Ведьмаку, есть, и у вас будет хорошая, нормальная работа, есть шанс, что Лео Хао даст вам какой-то фидбэк. Это раз. И два, если он не будет очень сильно занят, то, что у него сейчас там свое обучение в своей группе там, если не будет сильно занят, мы, конечно, естественно, его пригласим. Мы пригласили, собственно, тоже нам сделать какой-то разбор, в общем, порисовать для нас. Я надеюсь, что он согласится. Так, что же еще? Давайте. Так, в какой последовательности стоит учиться CG? Анатомия цель-перспективы или как? Без разницы, мне кажется, в какой последовательности мне эти вещи учить. Ну, то есть, они все важны, и они к CG не относятся даже так, я бы сказал. CG, оно про инструмент. Анатомию цвета-перспективы можно учить и без CG. Вот, я бы, наверное, так ответил на этот вопрос. Так, дальше. Объясните, как менять цвет слоя в выделении с помощью палитры Color? С заливкой. Ну, то есть, выбираете, выделяете нужную область, про это много кто спрашивал, я выложил, когда запись процесса рисования персонажа, просто она дико ускорена. Выделяете область, выбираете цвет, жамкайте Alt Backspace. если делать это быстро, то это может выглядеть как одно действие, как будто вы сменили цвет и оно, само собой, залилось. Так, да, слушай, я сейчас смотрю, у тебя такой, прям, получился воспитанный культист, с такой рубашечкой, прям, ни крови, ни кишок, ни... Ну, это пока я, просто есть вещи, которые, мне кажется, лучше добавлять в конце. Вот мы, кстати, с тобой говорили, об ассоциациях, у тебя такой культист все-таки аккуратнее получился, такой, знаешь, у него красивая одежда такая, она, у него формы, достаточно элегантные, то есть у меня культист, это такой какой-то безумец в лохмотьях, там, в общем, с какими-то торчащими хренями. Ну, да, мне как бы ближе эстетика, наверное, вот ситхов всяких, и чуваков, чуваков с дисциплиной, вот, но одно другому там не мешает, мне кажется, они, если в безумие в какое-нибудь впадут, это, знаешь, такое молчаливое безумие, типа, тихо, мирно пришел и заколол. Понятно. Так, тут пишут культист-аккуратист. Ну, да. Так, ну что, что еще, есть какие-то вопросы, может быть, мы случайно, ну, мы, я пропустил какой-нибудь вопрос, это возможно, что вопросов было много. Так, про Анри уже спрашивали, а про клише, про клише, в рисовании все основывается на клише или как быть, если зритель это достает? Нужно думать, нужно исследовать, опять же, работая с референсами, нужно исследовать, что является архетипичным для образа и, естественно, точно так же нужно исследовать, как вы можете от этого отойти, то есть, что вы можете поменять, чтобы образ не был, ну, как бы, вот, супер заезженным, скопированным откуда-то. Так, и еще, какой эффект используется, это варп, собственно. CG Sister спрашивает, есть кто знакомый в чате CG Sister? Привет. Это наш завсегда ты, скажем так. Культист убивает людей, но складывает носки в шкаф, а не развешивает на стуле. Пишет нам. А вопрос про книги, спрашивай, какие книги ты читаешь? Мы вместе забыли. Какие книги я читаю? Скажи такое Библию и чтобы так вот это поворот. Библию я только в детстве читал. Ну, знаете, у всех такая была. Типа, моя первая Библия. Да, не сказать, что бы, ну, то есть комиксы иногда почитываю, в том числе и по Звездным Войнам есть прям те, которые нравятся очень. Ну, то, что я вот сказал недавно, эту графическую новеллу почитал, а так я, опять же, не так много читаю, к сожалению. Больше, опять же, смотрю, наверное, фильмы, если время позволяют, либо мультики. Ну, просто загруженность высокая и особо некогда. Алло. Да-да, там он спрашивает, но собираешь ли ты канри, но надолго, может, даже навсегда. В смысле, канри? Ну, но если по большому секрету, ну, не канри, но куда-то рядом. Я просто не уверена, хорошо ли мне будет слышно, верит пропаду я или нет, поэтому я стараюсь молчать. Куда же он пропал? Так, у меня пока сохраняется. У тебя спрашивают, читал ли ты сагу, не понравилось тебе. Сагу... какую видишь? Ну, это комикс, сатографическая нововая, я, честно, стыднее позора, до сих пор не помню, как ее правильно называть. Ну, просто... с рогатыми, крылатыми. Ссор за тишину, у меня, у меня, у меня, у меня, у меня, я не уверен, что я читал сагу. Я думаю, что если бы ты читал сагу, то ты бы мог дать на это более такой твердый ответ, либо да, либо нет. Я заборила стихами, у нас какой-то. Ничего страшного, зато ты вернулась на стрим, стоило только отрубиться моему микрофону. Я даже думаю, что это очень хорошо. Ну, должна же я как-то. Да. Пишут, неужели в России так плохо ту-ту-ту-м? Ну... Не надо. Хорошо там, где у нас нет. Да ладно, все хорошо. Так, я сейчас лишнее тут уберу, а то у меня накопилось какое-то количество барахла. Давай, убери слой. Барахла. Сколько часов в день, господи, вот прям вопросы все абсолютно из интервью, которые задаются другим художникам. Сколько часов в день поменения Ивана надо уделять рисованию? Ну, минимум, наверное, 8 надо уделять рисованию. Хотя, опять же, тут очень-очень такой вопрос зависит от того, в каком вы положении сами сейчас находитесь. Является ли рисование вашей профессией, либо вы только стремитесь попасть в эту профессию. Если вы еще в профессию не попали, вам нужно дохрена рисовать. Ну, то есть, чем больше, тем лучше. То есть, если реально это вот у вас есть цель, а не так, что было бы неплохо, наверное, когда-нибудь попасть в индустрию. Если реально хотите, вам нужно рисовать, ну, часов 8 точно каждый день. Причем не просто так рисовать, что «Осяду-ка я сегодня и порисую по вдохновению». А нужно реально делать, ну, как бы, стадики. Нужно делать вещи в портфель. Нужно учить какие-то вещи, качать понимание, а не так, что... Ну, потому что у меня в первый год рисования, да и во многие последующие, было именно так, что вот есть вдохновение, я все-таки что-нибудь порисую, для себя нет вдохновения, ничего не буду рисовать. Круто. Слушай, тут пишет, пишет чувак, я видел все твои видеостримы и мастер-классы, везде ты рассказывал про окклюжин. Так вот, проканает ли такая методика для персонажей, или все-таки он здесь не особо нужен? У Алиса Негро есть такая тема, кстати. Не, он может проканать, но для персонажа, мне кажется, я его в процессе добавлю. Ну, то есть, как бы окклюжин сам по себе, ну, сама важность окклюжина, она никуда не девается. Просто, вот если смотреть мои уроки по окклюжину, там, как я на ютубе делаю, там, там самый замороченный из всех возможных способов. Так не нужно делать каждый раз. Способ такой замороченный, просто, чтобы научиться. А в остальных вещах я им пользуюсь, ну, как бы, в более простом виде. В частности, вот сегодня, пока рисовали интерьер, и вот для интерьеров окклюжин вообще архиполезен, потому что, чтобы показать эффект пространства замкнутого, окклюжин это первая вещь, которая вам понадобится. Так, тут вопрос достаточно распространенный про творческие планы. Расскажи что-нибудь, что можешь рассказать. про творческие планы? Блин, столько всего, на самом деле, хочется сделать. У меня, ну, то есть, у меня там есть своя вселенная, она не развита, но она есть, она ждет того, чтобы я начал фигачить арты по ней. У меня есть планы создать много классных туториалов, есть много тем, которые давно хочется рассказать, но все упирается в свободное время. Свободное время появится, наверное, ближе через месяц, когда я закончу свое преподавание в скимскуле. Вот, я закончу, и тогда времени будет побольше, и можно будет заняться какими-то вещами для себя. Так, вот тут спрашивают, что за вселенная у тебя? Что за вселенная своя? Можно поподробнее? Она пока, ну, то есть, по ней всего пока только одна работа есть, и эту работу нельзя назвать работой конкретно по вселенной, то есть, скажем, я ее, я очень много фантазировал на тему этой вселенной на основе этой работы. Работа та, которая с круглым самолетиком, если кто видел. Вот, вселенная, в которой конфликт наподобие Первой мировой, где дирижабли, самолетики, все дела, дизельпанк. Пока только на словах. Хорошо, так, тут дублируется два вопроса, еще не задали. Иван заметил недавнюю тенденцию использования ССС в рисунке. Ты учитываешь подповерхностное рассеивание в своих работах Дэниел, фамилию могу с косячей не привести, Дэниел Леске, Яра использует в своих работах, видел ли его комикс? Нет, его комиксы, наверное, не видел, но ССС стараюсь использовать, стараюсь думать об этом. Когда дохожу до тех мест, где их можно применить, в частности, на коже. Так, стараешься применить, отлично. И вопрос про то, как художнику объективно себя оценивать. Тоже мы пропустили, как учиться. Говоря про себя, очень сложно думать объективно. Ну, то есть, буквально, нам, наш собственный опыт, он всегда супер специфичен, и это односторонний взгляд. То есть, так или иначе, это всегда качели, когда вы либо чувствуете себя божеством, либо днищем. И какой-то уровень осознанности приходит, когда вы понимаете, что у вас есть какой-то неплохой уровень, вы можете что-то сделать, но вы еще не так крутые, как вот этот чувак, вы понимаете, куда вам надо стремиться. Какой-то уровень осознанности, но это не полный уровень осознанности, когда вы, когда вам открылись тайны мира, и вы досконально представляете, что вы сами себе представляете, что представляют другие, и как вам надо себя подавать. Это всегда супер специфично. Тут еще спрашивают, что такое ССС, для тех, кто не знает. Субсерферс скатерин, это эффект плоти на просвет. Ну, то есть, это не только эффект плоти на просвет, но суть эффекта в том, что когда свет проникает сквозь поверхность, когда поверхность является как бы и непрозрачной, ну, то есть, в нее свет проникает, но это не стекло, это не так, что он пролетел и вышел сразу на выход. Он проникает, внутри рассеивается, окрашивается в цвет поверхности, ну, то есть, в цвет основного материала, из которого, как бы, сделана поверхность, и рассеивается во всех направлениях и выходит под всеми лами. Ну, это как кожа, кожа, рука, вот ладонь на свету, типа того, как ухо там просвечиваются. Типа того, то есть, основной эффект это, как бы, плотно просвет. Круто, так, ну, смотрим, что у нас еще. Если админ разрешает, кинусылка видео старого на оклюжные и его использование в персонажке есть, можно понять, как и куда тыкать. Ну, про оклюжин, на самом деле, много разных видео, и вот мне понравился, про персонажа, вопрос, потому что, вот, Алекс Негри не так давно опубликовал Инправд Гумровод, рекламировать не буду, просто скажу, что там вот он персонажи рисует, по сути, только, ну, то есть, при помощи, как раз, оклюженных. Так это, ну, как бы, нормально. То есть, техника рендера, она, это всего лишь клевая, техника рендера, то есть, к дизайну отношения имеет, и техника рендера масс разных, где может все на физическом, как бы, свете построено, где, наоборот, все утрировано, и хорошо, уметь и так, и так. Ну, да, там у меня как раз был такой, очень, сделан очень хорошо line, и вот как раз она уделала. Так, ну, давайте еще вопросики, что, если пропустили что-то, извините, пожалуйста, просто много, вот, Алиса старается выписывать, я тоже стараюсь выписывать, но что-то все равно проходит мимо. Насколько важно в концепте учитывать реальность вещей, или все-таки визуал и эстетика превыше? Например, мечи, похожие на консервные открывашки, или же механика, которая не пойми, как будет работать в реале? Функцию желательно учитывать, то есть, ну, так или иначе, что бы вы там не придумывали, то есть, если вы делаете меч в виде консервного ножа, это, в принципе, не проблема, потому что консервным ножом там тоже можно убить. Проблема в том будет, если вы начнете консервный нож использовать не по назначению. Мне сложно придумать какое-то назначение такое вот, ну, я не знаю, как зубную щетку, или вот, как что-то еще. То есть, когда вы полностью, когда желание сделать что-то просто поинтересней, по замороченней, идет впереди настолько смысла здравого, что полностью теряется функционал, и с консервным ножом это просто, ну, как бы, очевидная вещь, навряд ли спутайте, обычно в деталях это становится видно, когда люди, не знаю, там, с кровоем костюма косячат, когда швы на костюме для них просто линии, и они не думают о том, как он может быть скроен, и как он может быть одет, о том, как материалы наслаиваются друг на друга, о том, какие типы крепления они используют, и так далее, когда для людей это все абстрактные детальки, и лишь бы, лишь бы красиво. Ну да, ну да, ну не, извини, я не буду перебивать, заканчивай, извини, пожалуйста. А я, наверное, заканчиваю. Ну, я просто к тому, что это в тему как раз о гигантских мячах, доспехах эльфи, к там вот этих вот, бикини-доспехи, там и прочие все вещи, тоже даже в эту же степь. Я просто сейчас смотрел подборку по Чипу и Дейлу, и увидел, что 3 из 6 картинок по Чипу и Дейлу были с твоего курса. Ну да, по черному плащу там у нас тоже много картинок. Что Иван думает про цвет заднего плана? Где проще работать с силуэтом? Еще раз, про цвет заднего. Цвет заднего плана в смысле говорить про окружение, либо вот сейчас про то, что у меня белый фон. Ну, белый фон мне сейчас подходит, потому что у меня персонаж достаточно темный, и мне удобно, чтобы он читался вот в том виде, в котором он сейчас читается. Я не знаю, я как ответил на вопрос. Да, я думаю, ответил там. Говорят, что у азиатов своя идеология на тему гипертрофирования форума. О, да. А, форум? Я про форум мне что-то послышал. Ребят, сори за автобус, CGP с всех лег. О, упоминают один из самых любимых ресурсов. Да, Алиса кинула картинку про эльфийские доспехи, абсолютная правда, да. С бронелифчиками вообще история уже от нее отходит. Ну, если говорить про бронелифчики, там есть в этом как бы своя эстетика, ну, то есть, какая бы надуманная она ни была, и как бы это ни было функционально. но есть вещи, которые без эстетики, то есть, которые, в которых, ну, которые нельзя списать на эстетику. Это скорее просто вот, когда люди рисуют, и то, что они рисуют, для них полностью абстракция, когда они не представляют, ну, когда они не в теме вообще того, что они рисуют. И работа на аутсорсе, мне приходилось сталкиваться с такими ситуациями. В частности, бывает, ну, как бы китайцам не очень интересно вникать в то, что им, как бы, дали рисовать. Им главное нарисовать и получить деньги за это. Слушай, вот еще вопрос, мне пришел, правда, в личку. Про секретные техники, всем интересно, используешь ли ты, вот у тебя все знают, что ты там используешь зебраж, соответственно, для постановки, там, для лепки персонажей и так далее. А используешь ли ты какие-нибудь еще читинговые такие штуки или секретики для рендера, непосредственно для рендера самих персонажей и так далее? Так, фотобашинг никуда не деваются, я фотобашинг, то есть, работаю. я вообще не видел там башни? А потому что я стараюсь работать так, чтобы это в глаза не бросалось. Ну, то есть, если... Пацаны, расходите, он фотки обмазывает. Ну, опять же, не везде. Просто... Да же, Про... Как? На Скайфорже многие вещи, ну, то есть, естественно, при рисовании, там, когда нужно более реалистичный, более реалистичный рендер, более тонкая работа с материалами, естественно, там где-то 50 на 50, что-то рисуется руками, что-то... там, какой-то кусочек берется из фотки, вживляется, но, естественно, такой фотобашинг, который видно за версту, типа, посмотришь, фото, фотобашинг. Естественно, это не комильфу. Естественно, нужно стараться, чтобы люди в первую очередь смотрели на арт. Тут еще тоже замечательный комментарий, я его апгредирую, что, на самом деле, ты просто находишь фотки вот этих вот мультяшных созданий, короче, ну, или просто их самих фотографируешь, и они у тебя получаются такими. Да, срыв покровов, все, Ваня, фотки, фотографирует мультики. Ужасность. Не, ну, сам я вообще не про фотобашинг, если так. Ну, то есть, я больше про ручками перерисовать. Хоть и в ищерб фоторилу. Мне больше нравится, вот, реально, ну, то есть, я не знаю, если сравнивать какие-нибудь концепты фоторильные, и концепты, там, с того же овервотча, вот, концепты с овервотча, мне, как бы, в сто раз милее. Понятненько. Мне, кстати говоря, про фотобашинг, сейчас у многих художников есть, я не знаю, как это назвать, в общем, они берут, просто составляют свой арт из кусков чужого арта. Это вот хуже, на мой взгляд. Да, это хуже. Это очень, очень, очень хуже. Увидел. Такую. Так, ну, что у нас еще, какие у нас еще вопросы идут? Так, тут две вопросы. Как ты раз попал на единственный стрим Лайф Колмана, он делал Darksiders 2 концепты, спрашивал у меня по поводу силуэта. Как ты думаешь, на первых порах важен ли силуэт как таковой? Понимаешь, ты делал на свой вкус, но что ты думаешь на этот счет, Колман ответил, что он не силуэтит? Я тоже, на самом деле, смотрите, если говорить, просто, я сталкивался с ситуациями, когда людям, ну, обучая людей, преувеличивали значимость силуэта, и люди буквально до фанатизма рисуют силуэт, и не понимают, зачем они это делают. Я, естественно, против такой вещи, и я, если я понимаю, что я хочу сделать, то я не буду фигачить там 20 вещей, там, 20 разных вариантов, чтобы понять, что мне ни один из них там не нравится, то есть, это слишком абстрактный подход, когда я не знаю, что делаю, поэтому фигачу до хрена силуэтов. Если я делаю поиск на уровне силуэтов, обычно я делаю 2 или 3, потому что я хочу проресерчить какие-то, несколько направлений, но внутри этих направлений я уже работаю с самим, ну, как бы, с самим образом. Я не знаю, насколько я адекватно ответил. Да, слушай, тут вопрос такой, а когда уместно использовать фото баш? То есть, именно вот уместный момент. Когда нужен фоторил? Ну, то есть, когда вы рисуете, и вам очень важна, как бы, проработка материалов наиболее, там, фоторил, а когда вам нужна скорость, опять же, когда количество деталей, ну, то есть, вот я сейчас накидал там мелкую шнуровочку, а можно было бы взять и кинуть туда фотку. Опять же, это не было плагиатом, потому что я не буквально делаю концепт про, ну, то есть, про шнуровочку, а я использую ее где-то в рамках своего персонажа, и потом 10 раз поменяю, но, ну, как бы, в такие моменты, да, мне кажется, вполне, вполне адекватное использование фото баши. Так, тут вопрос, куда выкладывать свои работы, чтобы тебя могли заметить, рекламировать себя. Вот я уже на этот вопрос отвечал на предыдущем стриме, можно я кратенько? Давай. В, если ты начинающий художник, то во всякие тематические сообщества, и рисовать по теме. То есть, если ты рисуешь, не знаю, любишь рисовать черепа, берешь сообщество, там, не знаю, каких-нибудь неформалов, или татуировщиков, ты там постишь свои черепа просто до посинения, и тебя кто-нибудь заметит. Если ты любишь рисовать пони, то ты находишь сообщество с понями, и кидаешь туда пони. Все. Вань, извини. Да, все правильно. Все правильно. Отвечай. на этот же вопрос? На этот же вопрос, да. Ну, на самом деле, вообще, говоря про скилл, у меня сегодня студенты спросили, какой входной уровень в индустрию, после какого уровня, ну, как бы, начнут замечать. А на самом деле, вопрос вашего попадания в индустрию, то есть, уровень ваш, это одна маленькая часть. Вторая часть, это то, насколько вы умеете себя продавать, насколько вы, насколько хорошо у вас подвешен язык, потому что я видел ситуации, когда люди устраивались с таким скиллом на такие должности, на такие зарплаты, что понимаешь, что вообще мир, это плохое место, и все неправильно. Ну, как бы, кроме шуток. То есть, я видел такие ситуации, я видел ситуации, когда крутые художники зарабатывают копейки, и когда художники без скилла становятся, ну, получают там какие-то супердолжности. Вот. И, то есть, скилл – это не все. Вот, если говорить про зарабатывание денег. тут, кстати говоря, вот вопрос, а куда выкладывать, чтобы нашел заказчика? Заказчик тебя найдет везде, то есть, в том сообществе найдет, собственно. Смотря, где вы хотите, ну, где ваш целевой заказчик. Хотите работать с западной аудиторией, выкладывайте на все мировые, как бы, ресурсы. на Red Station, на Concept Art, даже на DeviantArt, с DeviantArt мне регулярно пишут. Я не знаю, там, крупных заказов, наверное, вряд ли можно найти, хотя, периодически туда писали, даже, типа, как бы, с оффером переехать, типа, не хотите ли переехать к нам сюда. Ну, тут еще про заказчиков, про тему тоже очень важно, потому что, например, как я уже говорил, рисуешь ты, там, любишь ты черепа рисовать, а к тебе придет заказчик, если ты говоришь, к тебе придет заказчик, который говорит, что тебе надо рисовать покемонов, и ты в непонятках, как, я же черепа хочу рисовать, ну, поэтому заказчик тематический тоже должен быть, наверное. Ну, это да, но, если заказчик адекватный, если у вас, как бы, в галерее что-то специфическое лежит, ну, адекватный заказчик не будет у вас заказывать того, что вы не умеете рисовать, потому что, ну, тут недавно смеялся, никого, как бы, обидеть не хочется, поэтому я факты сейчас изменю, ну, к примеру, художник круто рисует роботов, и к нему какой-нибудь рекрутер пишет, блин, вы так классно рисуете роботов, не хотите для нас порисовать феечек? Вот, да, 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 я об этом же тоже, что, как бы, портфель должен говорить о том, что ты рисуешь. Знакомый рассказывал, буквально такая ситуация, он выкладывал одних работ в портфель, ему рекрутер вот буквально пишет, что нам так нравятся ваши работы, не хотите порисовать вот это? Да, феечек роботов тебе пишет, нарисовал бы феечку робота? Феечку робота? Феечку робота, да, на следующем курсе расскажи про феечку робота. Обязательно расскажу про феечку робота. Так, говорят еще вопрос, извини, что перебил, опять же, сколько тысяч арт-художников в мире такого же уровня, как Иван, как вы думаете, такой вопрос? Я думаю, как собак нерезаных. Да. Длинный вопрос, не могу его игнорировать. Я живу в провинции, ну, собак нерезаных, я думаю, закончено это, правильно? Ну, да, как бы, мне кажется, распространится, да. Окей, вопрос, я живу в провинции, возможно ли рисую концепт зарабатывать деньги удаленно с помощью подобных работ? Фриланс, биржи, к сожалению, предлагают весьма скромный заработок. Студии, я так полагаю, хотят иметь сотрудников в штате, а не удаленно. И непонятно, какой клиент может заинтересоваться таким артом? Да, безусловно, можно. Мы на Skyforge, когда, в общем, занимались аутсорсом персонажей, искали художников, как раз, больше, очень много работы мы делали с художниками, работающими на нас удаленно, причем даже не со студиями, а с отдельными индивидуальными художниками, потому что студии, они не хотели вникать в задачи, то есть слишком поверхностно работали, слишком конвейерно, нам нужно было более, ну, как, более специфическое взаимодействие с концепт-художником, чтобы он понимал то, что нам от него нужно. поэтому работали с индивидуальными людьми. Субтитры создавал DimaTorzok